Доброе утро, глубоко уважаемые слушатели! У нас сегодня уникальная возможность послушать профессора Ксавелия Лу, человека, который выражает свое мнение так, как он думает. И это всегда очень интересно, это живо. Человек с огромным опытом, который имеет огромное количество клинических исследований. Мои попытки соревноваться с ним в каких-то наборах больных все время терпят неудачу. Он набирает примерно разом в два больше, а главное исследований больше. Но это говорит о том, что у человека очень большой опыт. Сегодня мы имеем возможность услышать, что было на ИХА 2020. Было очень любопытно несколько сообщений с АСКО, где были представлены результаты использования комбинации VRD против KRD в первой линии терапии. Мне кажется, это один из очень важных фундаментальных докладов. Я помню, когда я был в гостях у профессора Ксавелия в сентябре, если не ошибаюсь, прошлого года, как раз Ксавелия высказал такую мысль, что корфузомит не сильнее велькейда сам по себе. Он преодолевает резистентность, но не сильнее велькейда. И вот его слова подтвердились сейчас в большом многоцентровом рандомизированном исследовании. Это очень важная для нас тема. Но там есть некоторые особенности. Я пытаюсь листать. Про выбор терапии множественной миеломы мы можем говорить бесконечно. И об этом также скажет профессор. И у нас сегодня нет какого-то единого старта для терапии. И нам приходится учитывать огромное количество факторов. Но то, что мы можем сказать, что сегодня окончательно стало ясно уже всем, что нам нужна интенсивная индукционная терапия. Трансплантация не умирает. Она пока жива, а в некоторых случаях двойная трансплантация. И нам нужна длительная поддерживающая терапия. А насколько длительная? Для этого нам нужно использовать методы контроля с заболеванием. И об этом мы также поговорим. Потому что 7 лет кормить человека ревлимидом – это не очень хорошая тема. И об этом профессор, я уверен, Касавьева поменит. И у нас огромный выбор препаратов, выбор комбинаций. И можно сказать, что некоторые препараты уже умерли сами собой. Типа бендамустина, типа циклофосфан, доксрубицин в схемах с велькейдом. Это тоже, в общем, тупиковый ветвь развития. Но у нас появляются моноклональные антитела. И мы возвращаемся к тому, что нет к старой теме, когда добавление четвертого препарата. Но раньше четвертый препарат – это было слишком токсично, не выдерживая. А сегодня мы имеем очень благоприятный профиль токсичности. В первую очередь мы говорим о анти-CD38, антителах. Они входят к четвертым препаратам, к триплетам в той терапии, которую мы проводим. И на этом, наверное, уже остановлюсь я о том, что и, я уверен, Максим Валерьевич, что мы можем использовать в реальной клинической практике сегодня, что мы должны использовать, на что мы должны ориентироваться. И что у нас получается. Поэтому позвольте мне предоставить слово профессору Ксавьелилу. И давайте насладимся его докладом. Спасибо. Добрый день. Надеюсь, у всех все хорошо. Я хочу поблагодарить за эту возможность выступить сегодня. Большое спасибо организаторам. Я хочу поблагодарить профессоров Воробьева и Соловьева. Надеюсь, у вас все хорошо. Уважаемые коллеги, большое спасибо, что вы сегодня с нами и за то, что вы организовали эту встречу. И я очень надеюсь, что у нас сегодня будет очень интересная дискуссия у нас у всех относительно того, как на ИЭЧ и на АСК были представлены некоторые интересные данные. Я коснусь данных АСК, это пойдет в параллель с Европейской гемологической ассоциацией и ее конгрессом. Но, так сказать, у меня будет определенное количество слайдов по новостям АСК. Помните, АСК 2020, это было также виртуальное мероприятие из-за COVID-19. Но, собственно, как это потенциально может повлиять на нашу практику? И, собственно, мои коллеги уже кратко это представили. Поэтому сегодня я буду говорить о множестве Милон в эру таргетной терапии, как мы должны принимать решения по стратегии. И в ближайшие несколько минут я расскажу о нашем подходе, о последних новостях с Конгресса Европейской гемологической ассоциации и Американской ассоциации гематологов. И так перед вами мой конфликт интересов. И я в первую очередь объявляю виртуальный логотип Европейской гематологической ассоциации. Я бы хотела сначала поговорить, наверное, о самой важной презентации, которая была, с моей точки зрения, сделана в рамках АСК, и также она была представлена на ИАЧ. Это, собственно, исследование турмалин ММ4, где мы видим сравнение эксизомиба по сравнению с плацебо. В качестве поддерживающей терапии для вновь выявленных пациентов с множественной мейломой, не подходящей для трансплантации. Посмотрите, это крайне важное исследование. То есть это пациенты, непригодные для трансплантации. И сегодня мы понимаем, что у нас потенциально, собственно, я, конечно же, не на 100% уверена, что происходит в России, но во многих-многих европейских странах мы назначаем режим РЕВДЕКС. РЕВДЕКС – те пациенты, которые не идут на трансплантацию. И мы даем, так сказать, диоксиметазон против прогрессирования, понимаете. Технически говоря, возникает вопрос, а может быть, можно было бы дать что-то другое. Ну, например, ингибитор протеросом, например, эксизомиб. Понимаете, это пероральный ингибитор протеросом. Это также хорошо работает. И, собственно, дается всего лишь 3 раза в месяц. День 1, день 8 и день 15, понимаете. То есть это крайне удобный режим дозирования для пациента. При этом нам не нужна никакая трубопрофилактика. И единственное, возможно, так сказать, для профилактики варицела и зостера нам понадобится вальтрокс, наверное. Но, собственно, это очень хорошее поддерживающее, понимаете. И у нас практически будет воспроизведение данных по РЕВДЕКСу. Поэтому, да, турмалин ММ-4. Пациенты, сновь выявленные множественными эломами, которые 6 до 12 месяцев получали любую терапию, понимаете. Ну, не совсем любую, на самом деле, это был РЕВЛИМИТ, это был ВИЛЬКЕЙТ. Но, в принципе, примерно так же, как у нас, в Франции и у вас, в России. Мы где, например, тоже сомны. Например, ВИЭМПИ, ВИСИДИ, что-то в таком духе. Далее, в течение 6-12 месяцев, вот в этой рамке пациенты далее были рентгензированы либо на получение иксозамиба, либо на плацебо, как я уже говорила ранее, 3 миллиграмма изначально, затем 4 миллиграмма. И если переносил пациенту на 2 года. Итак, исследование было представлено коллегами, которые принимали участие в этом центре, потому что исследование оказалось положительным. И, как вы знаете, исследование достигло первичной конечной точки. Оно положительное исследование, а это была выжимаемость без прогрессирования, либо прогрессирование, либо ледальность, как событие, начиная с момента рандомизации. И, как вы, собственно, можете видеть, вот здесь красная кривая, это как раз группа иксозамиба, а стерая кривая, прошу прощения, не зеленая, ошибся спикер, это группа плацебо. И, соответственно, это было двойное слепое исследование. То есть, на самом деле, невозможно было узнать, невозможно было узнать, что пациент получает, иксозамиб или плацебо. И отношение шансов, как вы видите, достаточно значимое. Мы видим с вами 0,59, 0,659. То есть, это суперстатистически значимо, и медиана ВВП составила 17,4 месяца. Пожалуйста, помните, что это 17,4 месяца с момента рандомизации. Однако же возникает вопрос, во что это будет транслироваться с момента постановки диагноза? Итак, с момента постановки диагноза это представлено вот здесь. С момента постановки диагноза медиана ВВП, красная кривая, иксозамиб, который превосходит, превосходит, суперски превосходит плацебо, составляет 26,3 месяца. 26,3 месяца. Что это означает? Если вы начинаете с любой индукцией у пациента, который не пригоден для трансплантации, 6-12 месяцев, большинство, конечно, получилось 6-8 месяцев, да? А затем вы назначаете иксозамиб как моновариант, как монотерапию, понимаете, на протяжении двух лет, то тогда вы получаете медиану ВВП 26 месяцев, то есть более двух лет, да? Разве это не круто? Разве это не меняет все? Вы будете выписывать иксозамид на основании этих данных? Как вы думаете? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим через секунду на интересные данные по профилю безопасности. Итак, профиль безопасности, как вы, собственно, можете видеть. Опять же, когда вы назначаете препарат, большинство пациентов, безусловно, будут иметь какую-то токсичность. Но если мы посмотрим с вами на токсичность, вот на этой столбчатой диаграмме, то мы должны, опять же, сравнивать с вами красное и серое. Итак, серое – это плацебо. Посмотрите, в сером пациенты ничего не получали. Вообще ничего не получали. И вот смотрите, 36,6% пациента имели практически более трех нежелательных явлений. Посмотрите, и 23,2% имели степень 3 в группе плацебо. Степень 3 в группе плацебо. То есть это означает, что, в общем-то, разница – это всего 13%. То есть реально только 13% пациентов потенциально имели нежелательные явления, действительно достаточно проблематичные, степени тяжести, степени 3, grade 3, что было связано с эксозомидом. То есть если мы сейчас посмотрим на это честными глазами, то я считаю, что это довольно безопасная терапия. А если мы посмотрим более детально на профиль безопасности, то мы прекрасно знаем, что на фоне эксозомида мы знаем, что это пероральный гибитор протеосом, и мы знаем, что да, некоторые пациенты могут иметь сыпь, да, некоторые пациенты могут иметь диарею, рвоту, тошноту. Но исходя из моего опыта, собственно, это вполне легкоуправляемо. Допустим, по тошноте рвоты, андозонтрон, да, по диарее, противодиарейные. Поэтому возникает вопрос. Итак, 26 месяцев, понимаете, 26 месяцев – это то, что мы получим, если мы даем 6, 8, 9, 12 месяцев индукцию, а затем эксозомид 3 раза в месяц на протяжении последующих 2 лет. Далее, как, собственно, это укладывается в те стандарты терапии, которые вы в России и мы во Франции используем? Итак, если мы берем ревлюмидексометазон в России, да, первой линии, первой линии для терапии нетрансплантальных пациентов, то я хочу напомнить вам, на самом деле, что самые обновленные данные из первого исследования IFM-2007-01, REFDEX непрерывно по сравнению с REFDEX-18, по сравнению с MBT-18, медиана ВВП по REFDEX составила 26 месяцев. 26 месяцев, а это будет тогда означать, что вы даете REFDEX до прогрессирования, либо вы можете сказать, я, допустим, буду давать дуплет или триплет, допустим, потом эксозомид, как моновариант, в течение двух лет, и это тоже нам даст 26 месяцев. То есть в этой связи я бы сказал так, что у нас есть прекрасные данные из турмалина, потому что на самом деле это абсолютно совпадает, абсолютно совпадает. Если мы подумаем сейчас о следующем, вот мой пациент будет получать REFDEX или, например, ВМПИ, ну и можете сказать, и мой пациент дальше будет получать любой вариант. REFDEX, ВМПИ 6 месяцев, затем даются за МИП до 24-26 месяца. Однако же, есть ли здесь какие-то ограничения в этих 26 месяцах? Конечно же, хочется больше, хочется больше. И, безусловно, если мы посмотрим в будущее, на большее, скажем так, я хочу напомнить вам, что вы должны помнить, и я извиняюсь, возможно, так сказать, здесь график очень мелко представлен, но, тем не менее, посмотрите, это самые обновленные данные, самые обновленные данные, то есть это, собственно, данные по 30 месяцам. Справа график вы видите, что 60% пациентов не срецидивировали. Не срецидивировали. То есть если мы посмотрим на ДАРА плюс ВМП, ДАРА плюс ВМП в течение 9 месяцев, а затем ДАРА как моно-вариант, конечно, мы считаем, что, может быть, это будет лучше, чем 26 месяцев. То есть так, да, турмальный прекрасен, о, да, он прекрасен, да, это абсолютное совпадение РЭПДЕКС и ВМП, и, возможно, безопаснее. Но так ли это хорошо, как ДАРА и ВМП? Возможно, нет. Возможно, нет. Давайте посмотрим на Верди. Если мы посмотрим на данные из свок С0777, то с левой части данного слайда вы видите, что медиана ВБП в ВРД составила 43 месяца. Ну, мы понимаем, что большинство пациентов, они, собственно, были не совсем пожилыми уж такими, очень пожилыми. Но если мы посмотрим на очень пожилых пациентов в этой группе, то эффект будет пониже. Ну, и там, и там будет, так сказать, 26. Турмалин также хорош, как у ВРД? Нет, нет, безусловно, нет. Дальше. ДАРА РЭПДЕКС. Да, исследование МАЯ. Первая линия, первая линия. Опять же, метросплантабельные пациенты. Смотрим на левую часть этого слайда. Мы видим, собственно, линию 30 месяцев. В 30 месяцев мы видим, что медиана ВБП не достигнута, понимаете? И 71% – это лучше, чем Альсионии. Понимаете? 71% пациентов не срецидивировали. И мы ожидаем медиана ВБП. Мы ожидаем медиана ВБП примерно 5 лет. 5 лет мы ожидаем. Может, 6 даже. Поэтому что, турмалин так же хорош, как МАЯ? О, нет, конечно, нет. О чем это все говорит нам? Это означает, что не у трансплантабельных пациентов. Мы должны признать, что если бы пациент сохранен, да, не дряхлый, не слабый, то я бы предпочтел ВРД, ДАРА РЭПДЕКС и потенциально Альсионий. Но если у меня есть пациент, который не сохранен, плохо сохранен, и я дам РЭПДЕКС тоже, и, возможно, уже не ВМП, конечно же, но я, в принципе, понимаю, что скорее вы бы дали ВМПВСД этим пациентам, то тогда, скорее всего, вы получите вот такой протокол турмалина, ММ4. Поэтому я считаю, что это реальные, очень надежные данные. И я считаю, что есть реальная популяция, которая, собственно, подходит под эту стратегию, под эти данные турмалина. Теперь я переключаю передачу, и мы переходим на трансплантабельных пациентов. И я хотела бы очень кратко поговорить об исследовании стамина. Ну что ж, как я и обещала изначально, я попытаюсь... Собственно, я выбирал данные на основании того, что я считаю потенциально изменить нашу практику. Не всякая ерунда. И поэтому стамина потенциально может изменить нашу практику. Я напоминаю, что стамина – это фазотреорнизированное исследование, введенное в Европе, это ВМТ – трансплантабельные пациенты, группа трансплантабельных пациентов, так же, как и СВОГ. И, собственно, они динамизировали пациентов вот таким образом. После трансплантации, то есть индукция была абсолютно открытая между тремя группами, да, линолиномид поддерживающая, без консолидации. Четыре цикла консолидации. И дальше линолиномид поддерживающая. И далее вторая трансплантация – тандемная история, тандемная история. Вот в этой группе тандемная, то есть это была консолидация, и затем поддерживающая. Изначально мы, конечно же, очень активно обсуждали это исследование. Почему? Ну, потому что, понимаете, США нестатистически таким образом подвели статистику, чтобы это не выглядело как анализ ITT, но это очень важно убедиться в первую очередь, что число пациентов, которые получили поддерживающую, получили ВРД, потом поддерживающую, и получили вторую трансплантацию, и дальше поддерживающую, примерно одинаковое число пациентов, понимаете, и это не так, и это не так. То есть здесь была игра со статистикой. Только 74% пациентов получили вторую трансплантацию, и каждый четвертый получил ВРД, и 96% получили поддерживающую. Поэтому если посмотреть на ITT, и также 230, включенные, получившие первую дозу, то получается, что ни одна из трех групп, ни одна из трех групп на самом деле разницы не показала. То есть получается консолидация в соответствии с этими данными, я показываю это здесь, посмотрите, ВВП слева, общая выживаемость справа, да, то есть как кажется, что ни одна, ни одна из вариантов консолидации, ни вторая консолидация, ни ВЕРДИ, ничего не изменило ничего по сравнению с началом поддерживающей сразу после трансплантации, типа нечего и дурить. Однако же, если мы посмотрим с вами на тех пациентов, которые реально все-таки получили третий протокол, да, то как это ожидалось, то мы тогда увидим, что у пациентов высокого риска, а здесь, здесь у нас есть картина, и у пациентов именно высокого риска. Так вот, в группе высокого риска там прямая трансплантация, как кажется, дает лучший результат. Если вы посмотрите на эту табличку, которая внизу нарисована, вы четко увидите, что ауто-ауто 43,7%, ведь, понимаете, медиана шанса не умереть, так сказать, и не срецидивировать в 5 лет, это хорошая, хорошая цифра, почти 50% к 5 годам. Ауто консолидация, ауто плюс ВРД только 37,3%, а затем после ауто начала поддерживающей, то это 32%. Ну, то есть, что имеют эти данные нам сказать? Они нам говорят, что если вы не пациент высокого риска, то есть, если это не пациент высокого риска, то есть, это не высокий риск, я сейчас говорю о невысоком риске, да, то тогда можно не делать консолидацию, а сразу после трансплантации уходить в поддержку. Однако же, если у вас есть любой признак высокого риска по любому определению, тогда нужна консолидация, нужно бахать консолидацией, ну, и потенциально тадемная трансплантация, это лучшая консолидация, но понятно, что и более токсичная. Поэтому я сейчас не говорю завтра, давайте всем тадемно трансплантировать всех высокого риска. Нет, конечно, нет, конечно, нет. Я лично в высоком риске делаю одну трансплантацию, консолидирую ВРД, а потом и только вторую трансплантацию делаю тогда, если я вижу, что у меня пациент не очень хорошо ответил и что-то такое, да, но здесь у вас есть просто подтверждение, доказательство того, что консолидация нужна для высокого риска, абсолютно нужна, абсолютно нужна, и потенциально тадемная трансплантация, да. То есть я хочу, чтобы вы знали, что у нас есть текущие исследования, которые, собственно, оценивают ауто и карты клетки, ауто и карты клетки в качестве второй трансплантации, да. Ну, то есть, так сказать, есть дополнительная токсичность, конечно же, связанная также с тандемной, поэтому, опять же, эти данные ключевые, ключевые, потому что, собственно, они говорят о важности консолидации у абсолютно высокого риска, понимаете. Это не касается стандартного риска, нет, только высокий, только высокий риск. Потенциально ВРД, потенциальная трансплантация, я лично делаю ауто, консолидацию ВРД, затем вторую ауто. Теперь мы переходим в рецидив, меняя передачу. Я быстро говорю, но я надеюсь, что с помощью Владимира и Максима у нас будет в дальнейшем возможность все-таки углубиться в какие-то вопросы, интересующие вопросы и ответить на ваши вопросы. Итак, в рецидиве, в рецидиве. Я не буду рассказывать лекцию по рецидиву, и я не думаю, что это нужно, и я уверена, что в России вы, собственно, являетесь большими экспертами лечения рецидивов. Однако же, как возможно вы отметили, у нас есть популяция, которая растет, растет и растет, да, которая беспокоит нас. Это ленрефрактерный, ленрефрактерный. Понимаете, если пациент ленрефрактерен, то, очевидно, будет все хуже. Вот смотрите, слева я под ленрефрактерный поместил вот здесь вот старые варианты терапии, да. А с правой стороны я представила вам новые, так сказать, варианты клин-исследований, данные, которые мы ожидаем, и я надеюсь, мы увидим их в ближайшее время. То есть это говорит о том, что это либо триплет плюс пом, либо триплет без пом, это может быть какие-то другие триплеты, возможно, когда это подойдет по Т11-14 и по возможностям предоследования. Очень кратко, очень кратко. Как я уже говорил ранее, мы, собственно, должны посмотреть с вами на рецидив, ленрефрактерную популяцию. Давайте начнем с оптимизма. Исследование оптимизма. Оно не было представлено, кстати говоря, на ИЭЧ и АСКО в этом году. Я хочу напомнить вам эти данные, чтобы вы просто вспомнили. Итак, что мы имеем как порог? И все новое и другое должно быть лучше. Итак, оптимизм. Это помолидомид, вилькейт, эксаметазон при первом рецидиве по сравнению с ВИДИ. И 71% пациентов были ленрефрактерными. И посмотрите, данные оптимизма показали нам. То есть если вы назначаете пом в ВИДИ, большинство пациентов, которые никогда не получали пома, то медиана ВВП, если он не рефрактерен к лену, будет 22 месяца. Однако же, если пациент ленрефрактерен, то тогда все, мы спадаем, спадаем. Не сильно, но, так сказать, похуже. Упадаем до 18 месяцев. Таким образом, пожалуйста, запоминаем. 18 месяцев. Итак, вы слышали. Икария. Икария. Изотоксима помдекс по сравнению с помдексом. Однако же, пожалуйста, помните, что изотоксима помдекс по сравнению с помдексом икария, это не первый рецидивчик. Нет, это уже второй, второй рецидив. То есть это третья линия. Поэтому данные, конечно, не такие суперские. Вы видите, да, предпришествующие линии, безусловно, данные не такие крутые. 11,5 месяцев. Да, почему? Ну, почему? А в оптимизме у нас было сколько? 17,8 и 22,8. Да, но оптимизм – это все-таки первый рецидив, а икария – это второй рецидив, это разные вещи. Однако же икария – все-таки очень интересные данные. Мы помним об этом, что практически 100% пациентов были ленрефрактерны. Итак, что же у нас есть? Какие новые данные у нас есть? В прошлом году на Аше мы, собственно, слышали исследование Кэндор. Кэндор, Кэйдиди, после Кэйдиди, пытались избавиться от помолидомида. Да, да, да. И потенциально следующая линия после того, как пациенты становятся ленрефрактерными. Что мы видим? Медиана ВБП, первичная и конечная точка, она не была достигнута для Кэйдиди, но была достигнута для Кэйдиди. Мы означаем, что это будет примерно 13 месяцев. Однако возникает вопрос, реальный вопрос. А что по поводу ленрефрактерной популяции? То есть мы должны более детально посмотреть с вами на это. И если мы посмотрим целенаправленно, то в моем красном квадранте вы видите, что у нас есть рефрактерный скленоридомид. Да. Посмотрите, это, конечно, меньшая группа и составляющая, тем не менее, проблему. Ну а теперь смотрим на эту диаграмму. Смотрите, отношение шансов 0,45, 0,45, то есть это нижняя строчка в красной рамочке. Что мы означаем? Что это означает? Что непомалидомид, корфизамид плюс доротумаб комбинация может быть очень эффективна, очень эффективна, собственно, как логически и ожидалось у пациентов рефрактерно-кленоридомиду. Итак, собственно, вот что было представлено EHA. На пленарной сессии было представлено исследование ИКЕМА. Что такое исследование ИКЕМА? Ну, понимаете, это, собственно, почти как корфизамид, дексамидозон, без помалидомид. Однако же, вместо ДАРы они назначали изотоксимаб. Изотоксимаб, как вы понимаете, это анти-CD38, моноклональное антитело. Но не совсем как ДАРа, не совсем. Но это интересно, потому что, понимаете, в ближайшие годы ДАРа, скорее всего, выйдет в первую линию. И поэтому, возможно, возможно, тогда вам нужно будет еще один анти-CD38 для сценария рецидива. Итак, исследование ИКЕМА. Это регистрационное исследование при первом рецидиве плюс изотоксимаб, плюс корфизамид, плюс дексамидозон. Да. Я сейчас не буду описывать это глобально. Вы видите, что корфизамид назначался по стандартной схеме. Ну, возможно, как бы многовато, два раза в неделю. Но как это было, собственно, зарегистрировано в исследовании ЭДЭВР, да, 56 мг на квадратный метр. И изотоксимаб назначался еженедельно на первом цикле и затем два раза в месяц после этого первого цикла до прогрессирования. Была большая группа пациентов, довольно пожилых. Смотрите, это важно отметить, довольно важно отметить. 41% пациентов 75 плюс и 20% пациентов старше 75. Высокий риск, как обычно, как обычно. 23% – это очень высокий риск, посмотрите, да, исходя из регистрационных исследований. На самом деле, гораздо больше, чем в Кендере. Гораздо больше. Запомните, это число линий. В среднем число линий 2. Это удивительно, на самом деле, потому что, на самом деле, это было спектрой ЭДЭВР. То есть это означает, что многие пациенты, они вошли в третью линию фактически вместо второй. Да, это важно, потому что Кандер – это всего лишь одна линия. Но я сейчас не буду углубляться, безусловно. Конечно же, хочется посмотреть на ленрефрактерных пациентов. И число пациентов ленрефрактерных было чуть ниже, но на самом деле близко к Кандеру. И я думаю, насколько я помню, Кандер – это примерно 40-45%, а здесь у нас 31%. Итак, я очень кратко сейчас пробегаюсь по слайдам, поэтому я не хочу отнимать слишком много времени у Максима и Владимира. Но посмотрите, и Кема глобально достигла пибличной конечной точки – это ВБП и превосходство. Понимаете, невероятно интересное, невероятно интересное отношение шансов 0-5-3, 0-5-3. Я, честно говоря, не думаю, что Санафи даже ожидали. Ха-ха, они даже радость могли себе представить это в лучшем сне своем, понимаете. Кто мог ожидать 0-5-3-1, 0-5-3-1. Высоко статистически значимое значение KD, KD, понимаете, 16 месяцев 1-6, KD в Эндеворе было 18, да, а здесь KD 19,1, да, то есть KD хорошо, хорошо. В общем и целом, что это означает? Это означает, что и Кема достигла первичной конечной точки. Результаты очень-очень-очень интересные, да, и супер положительные, вот так я скажу, потенциально лучше, чем в Кендере. И мы прекрасно знаем, у нас есть новая непомалидамидовая опция, понимаете, при раннем рецидиве, да, который начинается сначала, рецидив 1, для пациентов, которые рецидировались с нейломой, включая, включая, я сейчас это не буду показывать, но включая пациентов, которые были ленрефрактерны, что, собственно, мы ожидаем будет происходить. Итак, каким же образом вариант изотоксимаб KD выглядит с точки зрения безопасности? А, вот оно здесь, посмотрите. Ну, буквально, буквально, хочу попросить вас на относительную интенсивность дозы, как часть моей таблички. Вот, смотрите, изотоксимаб получили, как и планировали, корфилзамид почти все, да, и Дексу, ну, почти все, да, на 20% меньше. Ну, понятно, что дексамитазон, да, наиболее токсичная опция, конечно же, из этого триплета, да, поэтому это внушает большой оптимизм, потому что, ну, и плевать на дексамитазон, ну, и бросим его, ну, или снизим дозу, ничего страшного, главное, чтобы остались изотоксимаб и корфилзамид. Не буду сейчас смотреть вот на эти данные, но вы видите, общее число пациентов, которые имели степень 3 тяжести, да, grade 3 и выше, да, было ограничено, и это очень хорошо. Переходим вот сюда, к следующей части. Я очень-очень быстро, я извиняюсь, что я голову по Европам, но, тем не менее, я хочу показать эти данные. Я, конечно же, не ожидаю, что это завтра придет в Россию, и у нас сейчас еще нет, у нас его нет. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вы должны знать, что ревелимид – это педамид, да, в общем, смотрите, это 20, 23, 35, они теряют свои патенты, да, поэтому CellGen и PMS хотят даже заработать новое поколение, которое называется CellMode для клеточной иммуномодуляции, CellMode, CellMode для клеточной иммуномодуляции. Есть два препарата, ассистит 92, 480 – это тот, который, собственно, был представлен АСКО в этом году. Итак, фаза 1. Я очень быстро, смотрите, разные дизайны там у них, но что я хочу показать самое главное – профиль безопасности, посмотрите, абсолютно совпадает. Ревелимид, помоледомид, понимаете, это очень хорошо, это очень хорошо. А если мы посмотрим с вами на самый правый график на этом слайде, мы видим с вами 21 из 20 дней, понимаете, вы видите это, что общая частота ответа 54,5% у пациентов на седьмой линии. Посмотрите, большинство препаратов, собственно, доели, собственно, 30% получали, не больше, а здесь у нас 54,5%. 54,5% – другие препараты не больше 30%, поэтому CellMode, скорее всего, вытеснят Ревенпом в ближайшее время, потому что, да, они имеют нечто уникальное для мейломы. Возможно, вы слышали о сирене ксори. Сирене ксори – это так называемый сайн-ингибитор, который блокирует экспортин, это белок, который, собственно, вылезает из ядра в цитоблазму, поддействует на гены, и сирене ксори его блокирует, пытается удержать его внутри ядра и поддержать баланс между онкогенами и другими вариантами генов в ядре клетки, для того, чтобы блокировать онкогенов и опухолевые клетки. Итак, что так по поводу комбинации сирене ксор, бортезомиб, дексаметазон, ранние рецидивы. Посмотрите, SVD, перорально, раз в неделю, прекрасно, прекрасно. Далее, комбинация сирене ксори VD сравнили с VD, триплет с дуплетом. Но, опять же, я очень кратко, кратко несусь, но я показываю вам, что данные, которые были представлены, понимаете, потому что ВОЗ он положительный, ВВП, положительная конечная точка, вы видите общую выживаемость. Но, тем не менее, что чуть-чуть разочаровывает, это 16 месяцев. Конечно, хочется больше, да, то есть вы понимаете, сирене ксори VD положительный, так сказать, но, тем не менее, ВВП ограничено. Да, да, да. Мы даже не знаем, что здесь будет с инофракторными вариантами. Я просто чисто сравниваю. Минуту назад, вот я говорил о Бостоне, прошу прощения, говорит профессор, о Кондоре, о Кема, оптимизм. Все эти исследования, где данные однозначно были лучше и выше, да. То есть я считаю, конечно же, сирене ксора, возможно, мы будем использовать, но, наверное, не в раннем рецидиме, где комбинация пома и не пома, например, изотоксима, профилзамин, комбинация вот эта, будут, скажем так, гораздо более оптимальными для пациентов. Проблема сирене ксора – это ЖКТ-токсичность, да, и вы можете видеть, что да, довольно много-много ЖКТ-токсичности, особенно, так сказать, выраженной, тяжелой ЖКТ-токсичности. Вы понимаете, обычно мы говорим, что да, мы всегда с этим справляемся, да, конечно, врачи всегда справляются, да, но вот пациенты, к сожалению, не всегда, да, но сложно, в общем, сложно. Я очень храдко хочу поговорить о Хорайзене, и я затем, собственно, завершаю свою презентацию на этом. Итак, мелфлуфен – очень интересная опция. Мне кажется, что здесь представлен механизм действия, если вы его еще не видели. Мелфлуфен – это препарат, который вы назначаете, и там называется фермент аминопепсидаза вокруг клетки, который, собственно, его расщепляет на две части мелфлуфен. Итак, затем мелфлуфен, собственно, то есть оказывает метаболизм в опах клетки, как мелфолан, да, то есть это фактически концентрация мелфолана внутри клетки, чтобы мелфолан не оказывал системного диффузного эффекта, да, потому что мы знаем его токсичность. А тут он залезает в клетку, и там уже действует, потому что потеря волос, аллопитимия, лодиспластический синдром, панцетопения – все это характерно для мелфолана. А мелфлуфен, посмотрите, потрясающий с точки зрения механизма, это хорайзен, это исследование терминальное. Нет, мы не говорим о ранних рецидивах, сейчас мы говорим о терминальной истории. Да, пентарефрактерные пациенты, да. Я показываю вам эти данные, опять же, очень краткие. Но посмотрите, в треплете рефрактерными, либо в терминальной, обратите внимание, мы получаем 20-30% частоты ответа. Да, конечно, это вам не 54, не 55, или не 64, но тем не менее неплохо в этой линии. А поверьте мне, из моего опыта, мелфолан вполне переносим, вполне переносим, если пациент отвечает. Если у меня с респондерами нет, его нет, ну ничего, если пациент отвечает, то тогда действительно ВБП будет заходить за один год. И профиль безопасности тоже неплох, тоже неплох. Единственное, что мы видим, тробоцитопения, да, нет гематологических событий. Поэтому действительно, я считаю, мелфолан будет доступен, может быть, в третьей, четвертой линии, как силинексор, и, возможно, как и винитоклакс. Поэтому вы знаете, винитоклакс, ну я сейчас не буду говорить о винитоклаксе, большинство из вас занимаются гематологией, и вы лечите ХЛЛ винитоклаксом, и я даже ХЛЛ не беру, понимаете? Винитоклакс, вы знаете, лучше, чем я, лучше, чем я. Но я хочу сказать, что в меломе пациенты имеют высокую экспрессию BCL2 и сниженную экспрессию CLM-CLN2. И соотношение этих генов является крайне положительным и, собственно, благоприятным для винитоклакса. Поэтому винитоклакс ВДИ плюс плацебо ВДИ, Беллини, исследование винитоклакс феррорально, очень красивая история в Беллини. И я надеюсь, что медиана ВВП для пациентов с Т11-14 была очень хорошая, очень хорошая, посмотрите, впечатляющая, очень впечатляющая, если она и Беллини. По Т11-14, посмотрите, винитоклакса был очень-очень-очень хорош, лучше, чем какой-либо из других вариантов, которые, собственно, мы можем себе сейчас представить в раннем рецидиве. Посмотрите, потому что это первая, вторая, третья линия ранней рецидивы. Поэтому я считаю, что для Т11-14 наилучшей опции в комбинации, конечно же, в комбинации, но лучший вариант, который можно предложить пациенту, это винитоклакс. Это винитоклакс. Итак, завершая иммунотерапией, да, я приношу извинения, я скакал голопом по Европам, но я хотел уложиться во время, поэтому, если будут вопросы, я буду рад, рад, рад ответить на них в конце. Итак, иммунотерапия, краткий обзор. Да, была активно представлена и на Европейском, и на Американском Конгрессе. Как вы знаете, есть масса мишеней, да, BCMA, это первая мишень, да, да, да. И есть уже куча других мишеней, которые изучаются. Вы знаете, что у нас есть три типа фактически новых вариантов иммунотерапии. У нас есть CAR-T, у нас есть ADC, то есть антительные конъюгаты с препаратами. И так называемые это клеточные энгейджеры, или так по-другому, бесспецифические антитела или байцы. И поэтому перед вами представлены три CAR-T, пожилые пациенты, высокий риск, примерно 30-40%. Я не буду описывать всю табличку, посмотрите, большинство пациентов уже ультрарефрактерны и очень распространённые заболевания. Эффективность справа, синяя табличка, конечно, невероятно, совершенно невероятно. Посмотрите, жёсткий полный ответ, примерно 30% пациентов. Но проблема, длительность, длительность, поэтому глубина ответа, впечатляющая, потрясающая, падает в обморок, понимаете. Но вот устойчивость, она как бы уграничена. Хотелось бы улучшения. И вот эта длительность, это то, над чем мы сейчас работаем. Профибезопасности. Ну что, у нас есть синдром освобождения цитокинов. Ну и что, это уже больше не проблема, да. Главное, чтобы у пациента не было нейротоксичности и не было синдрома активации макрофагов. Если есть ответ на CAR-T, посмотрите на синюю кривую. Вот здесь, с правой стороны. Видите, медиана ВВП, 20 месяцев, 20 месяцев. Невероятно, фантастически. Посмотрите, эти пациенты терминальные, понимаете. Они через 2 недели умрут, через 2 недели умрут, понимаете. И они выживают ещё 2 года, понимаете. Честно говоря, вот это, конечно, сногсшибающе. Я такого не видел никогда, ни с кем, ни с каким препаратом, понимаете. Поэтому я пропущу этот слайд. Хотела бы немножко про бесспецифическим сказать, потому что, собственно, вопрос стоит сейчас о Франции. Я не знаю, как в России, понимаете, но во Франции CAR-T – это очень небольшое число центров. Поэтому, да, тогда возникает вопрос, а есть ли что-нибудь ещё? Потому что если нельзя дать CAR-T, а что-нибудь ещё дать, может быть, такое же хорошее, то это неплохо. Это байцы, байцы. Посмотрите, я не буду углубляться в детали по байцам. Вы, собственно, можете спросить у компании Cenofima. И слайды доступны, кстати говоря. Или если вы, так сказать, придёте на веб-сайт ASCO и HA, вы также их там найдёте. Посмотрите, и BCMA – это, собственно, первая миши. Вы знаете, BCMA – это спецификоплазматические клетки нормальные и опухолевые. Но очень специфические опухолевые плазматические клетки. Что хорошо с байцами? Понимаете, они готовы к использованию. Off the shelf, готовы к использованию. Вы просто берёте и сразу лечите пациента. Никакой тебе аферез не нужен, никакая повторная инфекция. Понимаете, через там месяц спустя с байцами ты просто берёшь и лечишь пациента. Вот сразу берёшь, лечишь пациента. Всё. Итак, два байца. IMG 420 и C там CC – отдельная цифра. Итак, ещё один вариант. Take list of math. Take list of math. Это байт. Это байт. Ну, там есть различия. Не буду сейчас углубляться в различия. Посмотрим на данные по токлистомабу. Я могу это обсудить потом в рамках дискуссии после презентации доктора Соловьёва и доктора Воробьёва. Я буду здесь, я буду здесь. Итак, токлистомаб – очень интересная опция, потому что, посмотрите, мы знаем, что для иммунотерапии мы не смотрим на дозу на основании дозы ограничивающей токсичности. Мы смотрим на дозу с точки зрения охвата рецепторов. И вот мы видим с вами, что на самом деле они ещё не достигли лучшей дозы. Это очень интересно. Очень интересно. И вы видите, 67% частота ответа. Да, помните, пожалуйста, что CC 480 – это было 55. Мифлофен, селинэксон и так далее, и так далее. Понимаете, мифодотан 30 с небольшим каждый. Поэтому эти данные… О-о-о, это впечатляет. Это впечатляет. Посмотрите, практически такие же хорошие, как карте. И длительность вот здесь кажется очень интересной. Итак, завершая вышесказанное. Мейлома – да, это крутая область сейчас. Потому что у нас масса возможностей. Ну, посмотрите, первая линия, вторая линия мы существенно улучшили. Третья, четвёртая. Ну, пока, так сказать, не очень. А за четвёртой линией, понимаете, пациенты совсем ничего не имеют. И, собственно, никакой препарат не мог, не мог спасать пациентов. А вот сейчас, посмотрите, это совершенно невероятно. Это просто потрясающе, фантастически удивительно. У нас есть масса возможностей. И мы, собственно, не просто даже можем назначать при первых рецидивах. Нет, у нас всё больше и больше опций для пациентов в третьей, в четвёртой, в пятой линии. Понимаете? Ну, как минимум, собственно, для тех пациентов, которые непрерывно рецидивируют. Да. Я думаю, что эта область просто суперски интересна. И иммунотерапия действительно – это вишенка на сорте. На торте, простите, если у вас такое выражение. У французов есть, да, вишенка на торте. Но у нас есть много надежды, что новые варианты иммунотерапии будут комплиментарны той терапии, которая у нас есть сейчас. На этом я благодарю вас за внимание. И я передаю микрофон нашим коллегам. Большое спасибо. Большое спасибо. Меня слышно? Да, я вас слышу прекрасно. Меня слышно. Замечательно. Я бы хотела задать вопрос. Ну, во-первых, чисто для меня, чисто для меня. Самая большая новость в этом году – это, конечно же, КРД. И что это так же, как и ВРД в первой линии. Да, 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 да. Как вы, собственно, сами сказали. Вы мне так сказали год назад. Вы просто спрогнозировали. И я это увидел, да. Скажите, видите ли вы место КРД, Карфил, Рэп, Дэкс в первой линии? Ну, может быть, в группе высокого риска. Вы видите место этому триплету? Хороший вопрос, хороший вопрос. И опять же, как вы, собственно, сами сказали. Я не говорил об исследовании Эндюранс. И я извиняюсь, потому что я не знал, что вы будете об этом говорить. Но вы правильно мне напомнили. Я вам сказал, давно-давно-давно сказал. Я считаю, сказал я, что Карфилдзамид не обязательно, лучше, чем Вилькейт. Как вы, собственно, сами сказали. Я с вами согласен, да. Но это, собственно, для меня не имеет значения. Потому что, как вы сказали с вами, очень важно, что мы используем Вилькейт, когда он нужен, и Карфилдзамид, когда он нужен. Вот и все. Поэтому, собственно, мне даже нет необходимости сравнивать Карфилдзамид с Вилькейтом. С Карфилдзамидом. Беспецифически высокому риску. Честно говоря, я не думаю, что Карфилдзамид, Вилькейт, Доротуммап, КВД, Дамиксизамид, либо Памп, Омолидамид, так сказать, это очень хорошие препараты для высокого риска. Да. Они улучшают. И Карфилдзамид тоже улучшают, потому что вы можете давать его гораздо дольше, чем Вилькейт. Но, честно говоря, я не думаю, что эти препараты, скажем так, спасения и опции для всего высокого риска. Нет. Я думаю, что для высокого риска нужно что-то другое. Что-то другое. Понимаете, нужно спасение пациента. Нужно пациента поместить в МОП. В МОП. А не так много-много отрицательных я вижу после всех этих опций, понимаете, дексаметазон и так далее. И что завтра для высокого риска мы будем сначала делать дебалкинг, уменьшаем упалхивую массу, затем трансплантируем либо карты, либо байты, а затем потенциально поддерживаем пациента, а затем карфилдзамид. Да, он может быть интересен в этой ситуации и, возможно, и кема, как в варианте и кемы. Понимаете, будет ли карфилдзамид в первых линиях в Европе? Никогда. Да никогда. Нет, невозможно. Просто невозможно. Нет ни одного регистрационного исследования. Поэтому для меня, понимаете, endurance – это не проблема. Мне не важно это, потому что я никогда не буду использовать первые линии. Он никогда не будет зарегистрирован. Понимаете, Европа, как и Россия, да, вам нужно российское исследование, и вам нужна страховая компенсация. Да все, все, ни одного исследования нет. Поэтому я буду использовать карфилдзамид в первом рецидиве. Активно, но не в первой линии. Нет, нет. Большое спасибо. Вы используете X-REP-DEP в первой линии в реальной практике во Франции? Потому что я думаю, что, в принципе, это неплохая комбинация для плохо сохранных пациентов. Что вы думаете о ней? Я абсолютно согласен с вами, да. Данная комбинация, она абсолютно переральная. Прекрасно. Очень хороша для плохо сохранных пожилых пациентов. Очень удобно. Да, нужно просто осторожнее с числом капсул, чтобы они там не перепутали ничего. Понимаете? Но я абсолютно согласен. Но я не назначаю первой линии. Нет. Я только в рецидиве даю. В рецидиве X-REP-DEP, он пока не разрешен в первой линии в Европе. Нет, пока нет. В ИМИ, в Европейском институтном агентстве пока нет. Но возможно, возможно. И я, собственно, использую в сценарии рецидива. Мне очень нравится. Нравится очень в сценарии рецидива. Нет, не так хорошо, как в профилзамиде Доротома Прагдекс, конечно же, как в Друплет. Но, тем не менее, хорошая опция для пожилых. Да, я согласен. Согласен. Что еще желать? Я понимаю, что Россия буквально в одном шаге от введения карты клеток, потому что у нас уже есть те центры, которые, собственно, начали вырабатывать карты клетки. Но, конечно же, сначала это будут острые ликозы, лимфобластные ликозы и другие варианты лимфом. Но я думаю, я уверена, что примерно через год, может быть, через два года, да, у нас уже будет доступ к карты клеткам в России. В некоторых центрах, конечно же, не во всех. Но, 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 у меня есть вопрос относительно мишени. Мишени. Мы знаем, что основная мишень сейчас – это BCMA, да? BCMA, да. Иногда CD38. Первая мишень, первая цель – это было CD19. У меня теперь вопрос такой. Видите ли вы какие-то новые потенциальные хорошие мишени для карты клеток и, возможно, другие мишени? Как вы сами сказали раньше, CD19 вообще забудьте, забудьте. Это была первая, да, в истории, историческая. Да, еще, знаете, во время мамонтов, да. BCMA – отличная мишень. Но, возможно, здесь и не нужны какие-то другие мишени. А зачем нужны другие мишени? Скажите мне, зачем? Первая, потому что вы, возможно, подумаете, что пациент, который имеет BCMA, дальше байт, карте, и если вы хотите перелечить позже, то вы должны менять мишень. Это первая причина. Вторая, возможно, нужна другая мишень, потому что, понимаете, вот есть такое понимание того, что стволовые клетки, плазматические клетки, понимаете, плазматические клетки с способностью стволовых, понимаете, потенциально вот эти плазматические с функциями стволовых, они, возможно, чуть раньше в процессе. И если вдруг у нас была бы еще одна мишень, возможно, BCMA плюс еще одна мишень или после еще одна мишень, возможно, чуть больше закрывающие плазматические клетки и, возможно, чуть-чуть предплазматические клетки, текущие исследования, да, есть, безусловно, есть, но знаем ли мы, будут ли они лучше, чем BCMA, или будут ли они сопоставимы с BCMA, слишком рано говорить. Я, честно говоря, я, честно говоря, имею опыт только с BCMA карте, да, я много назначу BCMA карте, но только BCMA. Я никогда не тестировал никакую другую мишень помимо BCMA, не тестировал. Ксавье, последний вопрос. Перед презентацией Максима. Доза карфилзамиба. Мы в нашей реальной московской практике, мы, собственно, когда мы используем карфилзамиб с рефт-декстом, мы переходим с двух раз в неделю на один раз в неделю. И правильно делаете, да, профессор показывает большой палец, да, то есть, знаете, вы сами сказали, да, и все, и, собственно, все, да. Но когда мы говорим о комбинации без ревлимида, то мы имеем более высокую дозу. Мы берем 56 миллиграмм два раза в неделю. То есть, соответственно, нам нужно, получается, 12 упаковок карфилзамиба. И мне кажется, что это большая доза получается, да, или, может быть, я не прав. Что вы можете сказать в этой ситуации? Есть ли какое-то различие во времени? Как вы думаете? Ну, то есть, вы, на самом деле, очень четко это сформулировали. Я должен сказать, что вы сделали очень много усилий для того, чтобы упростить режим карфилзамиба. Потому что, понимаете, день-день-два, день-18, день-19, день-20, там, с чем-то, понимаете, изначально хорошо, потом пациентам до тошноты надоело. Поэтому, если вы хотите лечить карфилзами до прогрессирования, нужно улучшать качество жизни пациента, понимаете, облегчайте, облегчайте. Как вы, собственно, сказали, что мы перешли 27,2, 54, 56, раз, понимаете? То есть, мы вместо двух даем раз, 56, и я уверен, что вы так же делаете. Я очень рада, что вы так делаете. Вы можете делать 56,2. Аналогично вы можете переключать на 1,17, 1,7, 17, 1,8, 15, то есть 70 миллиграмм на квадратный метр. То есть вы считаете, что это то же самое. Амджен, Амджен имеет данные, понимаете? И мы, собственно, представляли на ЕХА и на АСКО своего рода перекрёстное сравнительное исследование, которое однозначно показало, что пропизамид 56, 15, 16, 1,2, 15, 16, примерно сравним с 70, 1,8, 15. Вот так, да? Понимаете, профиль безопасности, профиль безопасности, безусловно, был получше 70, да, получше. Затем, на что нам нужно было посмотреть, это в долгосрочной перспективе. Через 6 месяцев, через год, через полтора года, понимаете, и пациенты всё ещё на 70. Из моего опыта многие пациенты, они уходят на 56. Нет, нет, не выдерживают. Но сейчас, собственно, отвечая на вопрос, 27 дважды можно взять 56 однократно, 56 дважды можно заменить на 70 однократно. Понимаете, вы, мы не можете, вы не можете подняться выше, чем 70 с профилзамибом, потому что у вас кардиосистема накроется, да. Поэтому даже если потенциально там, понимаете, 80, 90, 100, было бы, наверное, и лучше, но это не будет безопаснее для пациента. Поэтому самая высокая доза, которую вы можете пробовать, это 70. 70 однократно, так же хорошо, как 56 дважды. Но проблема, конечно же, попробуйте удержать 73-5 лет, понимаете. Большинство моих пациентов нет, уходят на 56, сползают на 56, да, примерно так. Ещё одно улучшение, которое я также пытался ввести, и это прекрасная публикация, которую мы также пытались опубликовать. Это когда после пару циклов, допустим, в год, мы уходим 1-15, 1-15, день 1, день 15, понимаете, да, 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 абсолютно. То есть два раза в месяц, день 1, день 15, день 1, день 15, за 28 дней, вот так, вот так мы даём, да. Как поддерживающая кровосилозамия, мы уходим вот на такую сухуему, понимаете, это безопасно, это хорошо, это работает, понимаете, и здесь, так сказать, нет ранних рецидивов из-за этого. Поэтому изначально мы, так сказать, еженедельно 70 или 56, а затем, когда пациент начинает ныть и говорить, ой-ой, давайте отсрочим, может быть, тогда можно взять 1-15, день 1, день 15, будет удобно. Большое спасибо. Большое спасибо. Очень ценная информация, очень хорошие новости. Ну что ж, передаём микрофон Максиму. Глубоко уважаемые коллеги, мой доклад сегодня посвящён лечению множественной миеломы в реальной клинической практике. Кто-то взял манышку. Да, лечение множественной миеломы в реальной клинической практике, современной возможности преодоления трудностей и собственный опыт. Мы прослушали презентацию к Савьеру-Люлу о том, какое будущее нам предстоит в лечении множественной миеломы. Мой доклад будет посвящён реальной клинической практике о том, как мы лечим множественную миеломы сегодня. И первая часть моего выступления будет посвящена многоцентру наблюдательному популяционному и проспективному исследованию. Это исследование преследовало следующие цели. Определение эпидемиологических характеристик и клинических особенностей множественной миеломы в России. Определение демографических характеристик популяции российских пациентов с множественной миеломой. Оценка выживаемости общей и без прогрессирования. И оценка объёма применённой современной противопоказанной терапии, включая трансплантацию отологичных столовых клеток. Я напомню, что это исследование было инициировано национальным гематологическим обществом. И регистрация пациентов осуществлялась с 2015 года. В течение трёх лет шёл набор пациентов до 2018 года. И по настоящее время пациенты продолжают наблюдаться в рамках регистра. В регистрационное исследование вносилась информация о индукционной терапии, трансплантации отологичных столовых клеток крови, поддержке, динамическом наблюдении, лечении противорецидивным, смерти и причинах смертельных исходов. А на данном слайде представлено центры, которые принимали участие. Всего в исследовании принимало участие 44 центра из 40 регионов Российской Федерации. За три года в исследовании было включено 3250 первичных больных множественной миеломы. А на этом слайде представлена регистрация пациентов по региону проживания. И в принципе эти данные сопоставимы с количеством людей, которые живут на определенных территориях. И результаты этого исследования. На данном слайде представлено распределение пациентов, включенных в исследование по полу. 56% женщин, 44% мужчины. Медиана возраста больных составила 63 года. Возраст от 24 до 90 лет. Большинство пациентов, 40% больных, находятся в возрастном диапазоне от 60 до 70 лет. Распределение пациентов по стадиям и под стадиям заболевания по системе юристальмон. Мы видим с вами, что в момент установки диагноза большинство пациентов относятся к третьей стадии 78%. Вот стадия B, то есть увеличение почек, патологический процесс, 22% больных, используя скобочкой фильтрации менее 15 мл в минуту в 9% случаев. Определить стадию по международной системе стадирования удалось у третьих пациентов. И также большинство из них, 51% пациентов, относены к третьей стадии по АСС. РАСС 544 пациента. Большинство из них также относятся к третьей стадии, 48%. На данном слайде представлена регистрация по годам. Мы видим, что ежегодно включалось 1000 больных в исследовании. Медианный возраст практически неизменен 62-63 года. Стадии не менялись на протяжении 2015-2017 годов. 78-80-76% это третья стадия по юристальмон. 21% это пациенты с поражением почек. И стадии АСС также 50-48-55% соответственно. Диагностические мероприятия, которые выполнялись в момент установки диагноза иммунохимия, большинство у пациентов 83% больных. Пункция костного мозга 96% пациентов. Необходимо отметить, что увеличилось количество пациентов, которым выполняли современные аналогические или другие методы визуализации ТКТ или МРТ исследований с 30% до 42% в 2017 году и МРТ с 25% до 33% в 2017 году также. Цитогенетическое исследование костного мозга в 2015 год 5%. В 2017 году эта цифра увеличилась до 12%. Это было связано с проведением еще одного исследования. Проект по оценке цитогенетического профиля у больных с новодиагностированной множественной миеломой. В течение двух лет в лаборатории Национального гематологического центра проводилось исследование цитогенетической методной фиши у пациентов, которые включались в исследование. Всего было выполнено 271 проба. 22% пациентов были отнесены к высокому риску. И здесь лидирующая позиция занимает дирекция 17П. И у 78% была сформирована группа стандартного риска. Выживаемость, общая выживаемость больных в зависимости от группы цитогенетического риска представлен на слайде. Мы с вами можем увидеть, что если пациенты были отнесены к стандартной группе риска, то четырехлетняя общая выживаемость составила 70%, в то время как пациенты с высоким риском общая выживаемость четырехлетняя не превышала 40%. Мягкотканные компоненты были выявлены у 24% пациентов, то есть у каждого четвертого больного. Их локализация представлена на слайде. Грудной отдел позвоночника – это лидирующие позиции. 23% пациентов. И далее по нисходящей ребра, кости таза, поясничный отдел позвоночника, кости черепа. Поражение центральной нервной системы было выявлено в семи случаях. Результаты терапии больных, включенных в исследование. На данном слайде представлена индукционная терапия, то есть терапия первой линии. И неизменно, год от года, большинство пациентов, абсолютное большинство пациентов получает курсы на основе протозомима. 92, 92, 93% пациентов соответственно. И примерно в одном случае мы наблюдаем отказ от противопротивового лечения. На данном слайде представлены основные схемы противопротивового лечения терапии первой линии. Мы также можем с вами увидеть, что большинство пациентов, абсолютно независимо от года регистрации, 15, 16 или 17 год, получали в первой линии комбинированную терапию по схеме бортизамид, циклофосфандексаметазон. 61, 74 и 76% пациентов соответственно. 2% в 2016 и 2% в 2017 году. Двухкомпонентные схемы или схема, содержащая мелфолан, BMP, это небольшое число пациентов. В основном это пожилая категория больных. Частота достижения противопротивового ответа на первую линию представлена на слайде. И, в общем-то, она соответствует международным данным применения ингибиторов протеосом в комбинации триплетов, ВСД и ЛИПАТ в первой линии лечения. Общий ответ достигается примерно в 60-65% случаев. Переходим к трансфункционной методике. Сбор стволовых клеток крови пациентам моложе 65 лет проведен в 19, 20 и 16% соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах. Режимы мобилизации используются различные, но предпочтение дается использованию цикловосфана с колоннестимулирующим фактором. Монорежим ГКСФ – это второе место, 13, 16, 17 больных. Лирексофор также используется при неудаче в предшествующей мобилизации. В ряде случаев выполняется эксклюзия костного мозга. Трансплантация у тологических стволовых клеток крови была выполнена 345 пациентам. В 16 трансфункционных центрах стоит ответить, что пациентам выполнялась трансплантация и за пределами территории Российской Федерации. Однократная трансплантация выполнена 273 больным и тандемная трансплантация в 66 случаях. Поддерживающая терапия. В 2015 году 51% пациентов получили поддерживающую терапию бортозамидом 44% леноледомид. Эти цифры практически не меняются в 2016 и 2017 годах. Большинство пациентов в рамках поддерживающей терапии получают бортозамид. Леноледомид 44% и 35% пациентов соответственно. Вторая линия лечения. Курсы на основе бортозамиба, то есть 3-3, 22, 27, 29% пациентов ежегодно меняется программа терапии, включаются протоколы лечения иммуномодулирующих препаратов 59-71% пациентов и другие схемы лечения, включая клинические исследования, 13-19% пациентов соответственно. На данном слайде представлена структура летальности. Мы видим с вами, что прогрессия множественной мейломы занимает первое место среди причин смерти. 59, 53 и 57% пациентов соответственно. Геморрагические и тромботические осложнения также являются причиной смерти. У 17-22% пациентов больных. Инфекционное осложнение, частота их снижается с 2015 по 2017 год. 15, 12 и 9% соответственно. Общая выживаемость пациентов, включенных в исследование, представлена на слайде. В течение одного года этот параметр составил 82%, двух лет – 72%, трехлетняя выживаемость – 59% и пятилетний показатель составил 49%. Мне также хотелось остановиться на том, какие новые лекарственные препараты получали пациенты в рамках регистрационного исследования. Леноледомид, содержащая схема – это большинство пациентов. В рамках лечения второго и последующих рецидивов множественной миеломы – 979 больных. Помоледомид, карфалзамид – 36 и 26 больных соответственно. И такие препараты, как Даратумаб, Иксозамид и Элтузумаб – 15, 3 и 1 больных соответственно. То есть на сегодняшний день, конечно, новые препараты доступны не повсеместно, и доступность этих препаратов улучшается после того, как они включаются в программу по возмещению средств на их приобретение. Также мне хотелось остановиться на результатах пакуляционного исследования в Соединенных Штатах Америки. Это исследование было опубликовано не так давно. Это регистр «Коннект» множественной миеломы. Регистрация больных множественной миеломы проводилась с 2009 по 2015 год. Следует отметить, что это рутинная практика лечения множественной миеломы в Соединенных Штатах Америки. То есть это не крупные диагностические центры, которые представляют данные одноцентрового исследования. Это лечение множественной миеломы на территории всех Соединенных Штатов. И суммарно в исследовании было включено 2 912 пациентов, 250 центров. И мы видим с вами общую выживаемость в зависимости от даты регистрации. Исследователи отмечают, что при увеличении возможности лечения больных множественной миеломы, то есть при регистрации новых лекарственных агентов, а это происходит, соответственно, со временем, в 2010 годы, в 2011, в 2013, в 2014, в 2015 годы, безусловно, кривая общей выживаемости смещается вверх и улучшаются показатели общей выживаемости. Ну, здесь в таблице представлены общая выживаемость в зависимости от года регистрации. Однолетняя общая выживаемость для больных, которые были зарегистрированы в 2010 году, 87%, и далее по нисходящей в 2011, в 2013, в 2014, в 2015 годы, 88-89%. Двухлетняя выживаемость 76%, 79%, 77%, 82% и 77% соответственно. Если мы сравним эти данные с результатами общей выживаемости российского регистра больных, то мы увидим, что если и эти показатели отличаются, то небольшие процентные пункты. 82% однолетняя выживаемость, двухлетняя выживаемость 72% и пятилетняя выживаемость на сегодняшний день для больных, которые были зарегистрированы в 2015 году в США, 49%. И несколько слов о собственном опыте лечения множественной меломы. Результаты одноцентрового исследования, которым в этом году мы представили на ИХА-конгрессии в рамках постерного доклада. Это одноцентровое исследование, результаты трансплантации аутологичных столовик клеток крови. Десятилетний период, 503 пациента, выполнено 700 трансплантаций аутологичных столовик клеток крови. Пациенты были в возрасте от 19 до 67 лет, медиан на 54 года. Представлены все варианты именно химические. И необходимо отметить, что в эту категорию пациентов включались пациенты, находящиеся на программном гемодиализе в момент выполнения трансплантации аутологичных столовик клеток крови. Мне бы хотелось остановиться на противопократном ответе перед аутологичной трансплантацией. И большинство пациентов были в полной ремиссии перед выполнением аутотрансплантации или очень хорошей частичной ремиссии множественной миеломы. Частичная ремиссия была отмечена у 16%. Стабилизация или прогрессия в небольшом проценте случаев. И показатели выживаемости больных множественной миеломы в зависимости от противопократного ответа до аутологичной трансплантации они представлены на слайде. В левой части выживаемость без прогрессии. И мы с вами можем увидеть, что в случае, если у пациентов перед аутологичной трансплантацией константировалось достижение полной ремиссии заболевания, то 10-летний показатель выживаемости без прогрессии был максимальный. И он составил 35%. То есть эта категория пациентов находится в ремиссии. 35% больных находятся в ремиссии в течение 10 лет. Показатели общей выживаемости в правой части слайда представлены. И 10-летний показатель общей выживаемости составил 60%, если пациенты были в полной ремиссии заболевания. 48%, если пациенты находились в очень хорошей частичной ремиссии заболеваний. И совсем иные цифры мы видим, если трансплантация выполнялась в фазе стабилизации или прогрессии. При этом показатель 6-летней выживаемости не превышал 40%. В группе больных со стабилизацией множественного нейлома, в случае если у больных детектировалась прогрессия заболеваний, то 10-летний показатель не превышал 15%. А вот выживаемость с прогрессией 6-летней составила всего 2%. Таким образом, конечно, мы делаем ввод о том, что интенсивную программу противополевого лечения, включающую высокодозную химиотерапию и трансплантацию логичных стабилизаций от крови, имеет смысл выполнять при достижении полной и очень хорошей частичной ремиссии заболеваний на индукционных этапах лечения больных множественным нейломом. И в заключении мне хотелось бы отметить, что в первой линии лечения множественного нейлома в России абсолютному большинству больных осуществляется терапия протезомимбом, 92% пациентов. Наиболее используемая схема терапии – это схема ВСД, 76% больных. В результате индукционного лечения общий противополевый ответ достигается у 50-65% больных, а оценка ответа согласно критериям не проводится в 20% случаев. Для лечения рефрактерных и рецидивирующих форм множественной нейломы в большинстве случаев применяется леноледомид – 70% пациентов. Трансплантация лотологичных стабилизаций, которая выполнена, 16% больных множественной нейломы. Пятилетняя общая выживаемость по данным российского регистр составила 49%, а среди причин смерти больных, гибирующего место занимает прогрессия заболеваний от 53% до 57% ежегодно. Спасибо за внимание. Максим Валерьевич, спасибо за внимание. Вы слышите меня, Максим Валерьевич? А? Слышите, отлично. Максим Валерьевич, вопрос каверзный немножко, но мы с вами на одной волне. Ровесник… А, Ксавье хочет спросить. А, Ксавье, do you have a question? Сейчас. Могу ли я задать вопрос Максиму? Вы в какой-то момент в презентации сказали, что у вас есть ощущение, что пациенты должны получать максимальные преимущества от отологичной трансплантации. Это те пациенты, которые на лучшем ответе, то есть в полном и в очень хорошем частичном. Я хочу подвергнуть сомнению это утверждение. Ну, посмотрим, может быть, я и прав, а может быть, и нет. Да, я хочу бросить вам вызов, что, может быть, трансплантировать, наверное, не только в полном и в очень хорошем частичном. Но я убежден, я лично убежден, что трансплантация даже более значима для тех пациентов, которые не получили преимущества от индукции, понимаете? Потому что если индукция не сработала, то тогда лучшее, что вы можете дать этому пациенту, понимаете, чтобы контролировать опухоль, понимаете, разрушить микроокружение, нишевое, использовать другой механизм, механизм другой, и это трансплантация. А можете прокомментировать ваше мнение, чтобы разрушить все то, что было? Да, спасибо, профессор, за вопрос. Я могу оперировать только фактами и только теми данными, которые есть в рамках моего клинического опыта. И эти факты представлены на слайде, который мы сейчас с вами можем увидеть. И мы можем с вами отметить, что синяя кривая – это те пациенты, которые находились в полной ремиссии заболевания. Я напомню, что категория пациентов, которым выполнялась трансплантация, это 500 больных, большинство из них в полной ремиссии. И если мы выполняем трансплантацию при благоприятном фоне, то есть полная или очень хорошая частичная ремиссия заболевания, то большинство пациентов имеют существенное преимущество в выживаемости как без прогрессии, так и общей выживаемости. В то время как те пациенты, которые детектировались в прогрессе непосредственно перед выполнением трансплантации отологичных столовых клеток крови, они переносят трансплантацию, на мой взгляд, гораздо тяжелее, поскольку объем опыльной массы высокий. И часто мы имеем серьезные инфекционные осложнения длительный период цитопении, который схарактеризуется инфекциями пролонгированными, в том числе и грибковыми инфекциями. И обычно, если этим пациентам выполняется трансплантация на фоне прогрессии заболевания, то на сотый день после трансплантации мы при разговоре с пациентом должны их огорчить, поскольку все то, что они проходили до этого, весь период агронолстоза, тяжелых осложнений, он не приводит к существенному улучшению. Максимум, что мы можем уметь, это стабилизация заболевания, но частичная ремиссия заболевания, опять-таки, по нашему опыту, это наилучший ответ. Если мы говорим о том, что нужно трансплантировать всех, я с вами, может быть, соглашусь в том отношении, что мы можем улучшить противоприответ, применив другие лекарственные режимы после первой индукционной программы лечения в случае неадекватного противоприответа. То есть переключить пациента в нашей стороне на сегодняшний день чаще всего мы используем BCD-пак. Если у пациента частичная ремиссия, и он является кандидатом, то мы проводим иммуномодулирующие курсы в сочетании с кархалзамибом, иксозамибом или даратумумапом в рамках нашей клинической практики. И затем после четырех курсов проводим рестадирование. Обычно пациенты углубляют противоприответ, и на этом фоне мы собираем стволовые клетки. И здесь уже мы говорим о том, что да, эта трансплантация – серьезный и эффективный момент. И последнее, что мне хотелось бы отметить, Ксавьев, это тот факт, что на сегодняшний день трансплантация все-таки относится к высокозатратным методам лечения. И мы, тем не менее, вынуждены выбирать тех пациентов, которые будут подвержены столь интенсивной программе лечения и получат от нее максимальную эффективность. Поскольку в России, по данным трансплантационного регистра, это немного другая тема, трансплантация отологичной крови при множественной миеломе получает примерно 500-600 пациентов ежегодно, в то время как заболеваемость превышает примерно 3-4 тысячи больных ежегодно, и большая часть из них – это пациенты малой 65-летнего возраста. Ксавье, на ваш вопрос попробую ответить я в рамках своей презентации. Максим, у меня вопрос к вам. Вот есть какие-то вещи, которые меня, ну, просто убивают. Убивают. Вот одна такая вещь, которая меня просто ранит в мое сердце, когда молодому пациенту проводят курс ВИМП. Потому что вы, как трансплантолог, наверное, сталкиваетесь с этим, сталкиваетесь с проблемами, которые мы получаем, что невозможность адекватной мобилизации, плериксофор, это вы все хорошо знаете. Вот могли бы вы что-то сказать, порекомендовать, чего не делать нашим коллегам, что стоит избегать. Вот с моей глубокой точки зрения, ВИМП и вообще мелфолан – это препарат, который надо выкинуть. Он остается только в аутологичной трансплантации, безусловно, мы это все знаем. Скажите, на какие не надо натыкаться на неприятности, на остальным гематологам, с какими курсами, с какими схемами? Я могу прокомментировать так. Слава Богу, за период нашей длительной деятельности на сегодняшний день, результаты регистрации подтверждают, все-таки схемы с использованием мелфолан на сегодняшний день проводятся только пожилым общей массе пациентам, то есть тем больным, которые не подлежат трансплантации аутологичных стелок клеток крови. По данным этого исследования, не превышало 10% больных назначение схемы ВИМП. Но я не могу сказать, что мы должны, наверное, выкинуть эту программу лечения из своей клинической практики. Более того, для пациентов, которые старше 65 лет или не подлежат на сегодняшний день трансплантации, мы должны использовать эту схему в сочетании с Дарт и МАГом для определенной категории больных, для того, чтобы улучшить противопоколевые ответы, для того, чтобы улучшить, показать как выживаемость без прогрессии, так и общей выживаемости. Ну, а что мне нужно делать при установке диагноза множественного мелома? Ну, мне бы хотелось определенное пожелание, если нас слушают коллеги. Конечно, цитогенетика, это было бы прекрасно, поскольку мы бы тогда смогли определить, какое количество трансплантаций нам необходимо выполнять этому пациенту, потому что в рамках мета-анализа, который был представлен в течение, на предыдущих этапах, на предыдущих этапах, 10-летняя выживаемость улучшалась при высоком цитогенетическом риске в больных с тандемами трансплантации алкологичных клеток крови. Мне хотелось бы, чтобы молодым пациентам назначались более эффективные схемы противоприволечения и вовремя врачи вступали в контакт с трансплантационными центрами для того, чтобы зарезервировать определенное время и место для выполнения мобилизации трансплантации. Поскольку на сегодняшний день, пока еще в нашей стране, метод лечения резервируется определенным объемом высокозатратных квот, все-таки должно быть время для того, чтобы правильно сформировать стратегию лечения этих пациентов. Ну и, конечно, не использовать мелфолану кандидатов на трансплантацию, поскольку это снижает эффективность мобилизации. Спасибо. У нас есть регламент, мы должны ему соответствовать. Позвольте представить некий взгляд практического врача из городской больницы на терапию множественной мейломы и на те решения, которые мы принимаем ежедневно. Я листаю. Спасибо большое. Мы хорошо знаем цели индукционной терапии, и на самом деле они никуда не деваются, и мы должны о них помнить каждый раз, когда принимаем решения, и особенно, когда мы используем вот то, что мы имеем сегодня, а мы имеем сегодня великий циклофосон дексаметазон в дебюте, сайбурди комбинацию, мы должны думать о глубине ответа, о улучшении состояния и качества жизни, и один из самых важных вопросов на сегодняшний день, с чего я начал, это оптимальная длительность терапии. Как ее определить? Семь лет, как в исследовании стамина, всех кормить ревлимидом, или все же остановиться на двух годах? Я уверен, я это точно знаю, это огромный вопрос для практических нормалов. Соответственно, мы хорошо знаем, что есть какие-то проблемы, а, сейчас, одну секунду, я должен переключиться на русский язык, насколько я понимаю. Сейчас, переключите меня, пожалуйста, на русский, и я продолжу. Все, я продолжаю? Да. Окей, достижение очень хорошей частичной ремиссии, это классно, но это, на самом деле, ни черта, ни цель сегодняшней нашей терапии. Почему? Потому что мы просто понимаем, что очень хорошая частичная ремиссия, это что мы сделали? Мы уменьшили объем опухоли всего в 10 раз. Один порядок, всего 10 раз. А если мы посмотрим на экран, мы видим, насколько нам реально надо уменьшить объем опухоли, чтобы действительно она не стала снова расти. И очень хорошая частичная ремиссия, это лучше, чем ничего, но не более того. Мы понимаем, что достижение полной ремиссии, это соотносится с хорошей длительной продолжительностью жизни. Но что такое полная ремиссия? Это значит и строгий полный ответ. Это мы уменьшили объем опухоли в 100, может быть, в 1000 раз, всего. А у нас еще остается, то есть мы с 10 в 9, там с миллиардов клеток уменьшаем до 10 в 5. У нас остается 100 тысяч опухолевых клеток. И мы вот вступаем в поле минимальной остаточной болезни. И я к минимальной остаточной болезни относился с огромной иронией в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда это только зарождалось, я как гематолог с 2005 года работаю, как в ординатуру пришел. В 2005 году это был просто смех. Почему? Ну, потому что это великие научные работы, не имеющие никакого реального отношения к жизни. Но сегодня... Почему? Мы не достигали, потому что у подавляющего большинства больных у нас не было возможности достигнуть МРД негативного статуса. Сегодня у нас есть эта возможность, и это наша цель. Потому что мы достигли полной ремиссии. Это хорошо или плохо? Ну да, это чуть лучше. Но МОП-отрицательная полная ремиссия и МОП-положительная полная ремиссия, это две огромные разницы. Не только в бессобытийной выживаемости, но и в общей выживаемости. Посмотрите соотношение рисков и доказательность, как много нулей вот здесь вот. Это очень большая, важная тема. И у нас сегодня в большинстве клиник, в большинстве центров, где живет подавляющее количество людей, есть две основные возможности контроля минимальной остаточной болезни. Это проточная цитометрия и ПЭТ-КТ. У нас, да, проблемы с ПЦР-методиками, и она будет решаться. У нас строятся эти центры. Вот. Но проточная цитометрия, сегодня уже появляется Next Generation Flow Cytometry, проточная цитометрия следующего поколения, десятицветная. Чем десятицветная отличается от четырехцветной проточной цитометрии, это какое количество клеток за один рабочий день может посчитать оператор. Так вот, при использовании десятицветной проточной цитометрии нужно всего две пробирки, мы считаем 5 миллионов клеток. Что значит мы считаем 5 миллионов клеток? Это мы, значит, в отличие от 8 проточной цитометрии, где считается миллион клеток и 10 клеток на миллион, это МРБ+. А тут 5 миллионов клеток. Мы вторгаемся постепенно, мы находимся между обычным ПЦР уже по чувствительности и ПЦР следующего поколения. Да, мы ее не достигаем, но мы находимся вот в этом месте. И это очень важно с точки зрения принятия решения, когда нам остановиться в терапии. Я сейчас попробую показать, как мы это все используем. И вот я к чему. У нас сегодня есть доступная методика вторгнуться и ее использовать вот в эти глубины, в минимальную остаточную болезнь. Ну и, конечно, ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ – это важный метод, мы его используем сегодня очень широко. Если нам не удается сделать ПЭТ-КТ в дебюте заболевания, ПЭТ-КТ не в каждой больнице. Больной должен доехать, больной может быть слабый и так далее. Особенно, если это пациент молодой. Мы стараемся ПЭТ-КТ сделать в течение нескольких первых курсов терапии. Возможность это есть. И я призываю как можно шире ей пользоваться для того, чтобы находить какие-то вот неуловимые очаги. Мы поговорили подробно про бортозомиб, карфилозомиб и эксозомиб. И как с ретуксимабом история при диффузной бэкропатриотической лимфоме, так и с бортозомибом произошла уникальная история. Препарат получился настолько хороший, что его до сих пор никто не может заметить. Фактически. У нас появилось два антисиди-38 моноклональных антитела. Элтазумаб. Это препарат, который имеет тоже право на жизнь. Мы его используем. Конечно, чаще мы используем в комбинации у слабеньких больных. ЛРД, либо Элопомдекс, как вариант. Если после рецидива на Даратумумабе, например, Элопомдекс. Хорошая комбинация. Ревлимид мы используем широко, много, быстро переключаемся. И хорошо, что он у нас есть. С помолидомидом тоже довольно приличный опыт. Попробую на нем тоже немножко остановиться. Но вот то, о чем я начал, часть препаратов умерла. Бендамустин. Ну, он не нужен. Селениксор. У меня такое ощущение, что он повторяет судьбу панабеностата. И даже схемы исследований, уж больно он токсичный. Уж больно он противный. Не идет он так вот легко, быстро и широко. Есть много с ним проблем. И я, конечно, призываю коллег перестать заниматься то, чем мы занимались еще 7-8 лет назад. У нас нет ответа на ВЦД схему, великей циклофосфан, дексметазон. Мы меняем циклофосфан на доксорубицин и рассчитываем, что что-то получится. Ничего не получится. Глупость – это все. Надо сразу переключаться на ревлимид. Как минимум, у нас есть доступ к этому. И пытаться уже в этом плане изобрести что-то. И вот эту табличку я показывал им всем, мы показываем много раз. Насколько сложно вот вся эта комбинация препаратов, она каждый раз ложится на наши цели, задачи и возможности. А возможности, они в том числе даже завязаны на систему поддержки. А ухаживатели за больным, а помогут ли ему уколоть бортозамид дома? Надо ли ему в клинике находиться? Или можно первый укол сделать стационарий и три укола сделать дома, обучить персонал? Все это очень важно, мы должны учитывать. И, конечно, высокий риск генетика – это важно. Почему? Это одна или две ауто трансплантации для молодых больных. Соответственно, вот то, с чего я начал, о чем к Савельеву Максиму Валерьевичу очень много говорили, это о том, что терапия меняется. Все, уже нет того, что мы провели 6 курсов ВЦД и гуляй. Нет, нет, все. Это интенсификация, мы стараемся, если это возможно. И это поддерживающая терапия. Нет возможности назначить революции, ну хотя бы у Вилькейт в качестве поддерживающей терапии. А вот то, что в реальной клинической практике, это наши аргентинские коллеги, и это то же самое у нас, абсолютно. Мы считали у нас похожие цифры. Но у нас нет талидомида в России. Ну, в силу каких-то причин его нет. Так вот, с Айборди, то есть ВЦД схема, это всего лишь половина больных достигает сколько-нибудь удовлетворительного ответа. То есть очень хорошая частичная ремиссия. Только у четверти больных достигается полная ремиссия. О чем это говорит? Это говорит о том, что необходимость переключения на другую линию терапии в дебюте возникает уже у нас в реальной клинической практике практически в половине случаев. Да, если мы будем использовать ВРД, у нас, по-моему, в 2022 году СЛЖ теряет патент, или в 2023. Мы, наверное, реблемид сможем использовать чаще. И вот красненькая заливка – это частота достижения полных ремиссий, индукция, консолидация с аутотрансплантацией, поддерживающая терапия. Да, половина больных. Но опять же, только половина больных достигает полной ремиссии. А очень хорошая частичная ремиссия, мы уже не можем ей быть довольны. Надо тянуться дальше. То, что зарегистрировано на нас, реблемид. Я просто здесь скажу, что если мы назначаем реблемид в рецидиве, РД – это всего лишь 13 месяцев. Это не серьезная история на сегодняшний день. Да, мы его надо использовать раньше, и не надо тянуть его назначение, это мы все хорошо знаем. Но это не очень хорошая история. На двоих вечеринка плохая. Втроем намного веселее. Ну что же ты. Вот. Поэтому, что мы можем использовать? Мы все это хорошо знаем. Корфозомиб, алтозумаб, иксозомиб, дартумаб. И я уверен, что в экран сейчас кто-нибудь что-нибудь кинет. Потому что не везде у всех есть возможности. Об этом говорит Максим Валерьевич. Окей. Окей. Вы используете циклофосфам. Он не стоит ничего. Вы можете вернуться к бортозомибу, если это поздний рецидив, если человек полгода не получал бортозомиб. Эти возможности есть у всех. Поэтому комбинация РД, ну плюс что-то, вилькейт, в рецидиве, в РД можем. РДЦ. То же самое с помолидомидом. У нас нет третьего агента. Мы можем хотя бы циклофосфам использовать. И это улучшает общую выживаемость. Корфозомиб. То, что мы используем сейчас довольно широко. КРД схему. Мы стараемся ее использовать как можно раньше. Вот мы провели анализ небольшой. Тут 57 человек. Это еще на прошлом годе. Сейчас, естественно, этих пациентов намного больше. Кто получал схему КРД? Естественно, это все больные, которые до этого получили бортозомиб. И там дальше полубывающий ревлимит, мелфолаз, содержащие режимы. 20% больных, аутологичная трансплантация. Мы сейчас занимаемся там обсчитыванием. У нас и написанием статьи про использование карфозомиба в реальной клинической практике. Мы наткнулись на очень много интересных вещей. И одна из подгрупп, кому мы используем КРД, это если у нас мы проводим ВЦД, после двух курсов нет частичной ремиссии или после четырех курсов нет очень хорошей частичной ремиссии, мы их переключаем на КРД, если это особенно молодые и больные. Почему? Мы понимаем, что уже в этой ситуации, в ВЦД, это не ревлимит, содержащий режим, вы ничего хорошего не достигнете. У вас не будет глубокого ответа, если у вас нет его быстрого ответа. И мы уже на этом этапе их переключаем, преодолевая резистентность. И что очень важно, мы понимаем, что нужна не только индукционная терапия, аутотрансплантация, но важна и консолидация, вот это третьи, четвертые столбики. Потому что постепенно, вот ревлимит, содержащий режимы, они обладают постепенным наращиванием ответа, он может быть очень-очень долго усиливаться. И это то, что опять же меняет нашу практику, и поэтому мы проводим два курса ВЦД, начинаем третий курс, делаем диагностику, иммунохимию, нам приходит, что нет даже частичной ремиссии. Окей, все, следующий курс КРД. Как правило, нам удается достигнуть ответ в этой ситуации. Мы делаем аутотрансплантацию, и мы не останавливаемся, мы делаем КРД в качестве консолидации. И дальше, что мы делаем? Мы пытаемся контролировать минимально остаточную болезнь, чтобы понять, когда отменить хотя бы карфазомит. Почему эта история очень важна? Мы столкнулись с тем, что в среднем, в среднем больной вот в этом схеме может выдержать только 8 курсов КРД. И нам приходится отменять по токсичности. Многие больные останавливают КРД где-то на 8 курсе, мы продолжаем ремлимидекс, метазон. Не все, но часть после аутотрансплантации. Почему? Инфекционное осложнение, удлинение интервалов. Мы вот с этим столкнулись. Это значит, часть, я имею в виду, что это около половины больных. Если мы используем схему КРД в ранней линии терапии, то общий ответ в втором-третьем лицерии очень высокий. Причем количество полных, ремиссий 40%. И вот благодаря такой вот ранней быстрому переключению у нас из этих 57 больных у 19 уже реализована вот эта вот стратегия аутотологичной трансплантации. То есть мы при резистенте с квилькейду не выкинули эту историю. Мы ее придержали, добились ответа, сделали аутотологичную трансплантацию. И сейчас этих больных намного больше. Мы их накапливаем, это постоянная история для нашего отделения. И позвольте представить клинический случай первый по терапии больных с первым рецидивом. Если я не ошибаюсь, да, это молодая женщина, дебют заболевания с 68-го года рождения. То есть не меньше 50 лет было, когда она заболела. 40 с чем-то там, 3. Дебют заболевания с острой почечной недостаточностью. Великие содержащими режимами была достигнута ремиссия. Хорошая ремиссия, очень хорошая частичная ремиссия. И у нее прекратился гемодиализм. И выполнен 2 аутотологичной трансплантации. Ну что ж, хорошо полечили. И начинала поддержка бортозамибом. Все как положено. Но, естественно, это не самая сильная терапия. И, естественно, рано или поздно случится рецидив. И он развился через несколько лет. Но обращаю внимание, что несколько лет пациент находился. 4 практически года без связи с клиникой. У нее появились литические очаги. Болезнь в области пятого ребра. Вокруг этого походили. Врачи, понятно, жительства провели. Вернулись к великейцодержащим режимам. Провели 8 курсов ВЦД. Появилась какая-то секреция. Ответ на это был достигнут. Можно охарактеризовать как частичная ремиссия. Но это нормальная также история. Для чего нам нужно ПЭТ-КТ? Вот именно для этого. Все ходили вокруг одного очага. Оказалось, что очага 2 в крестце. И облучили оба очага. И это позволило еще больше чем полгода, практически год, не возвращаться к терапии в данном случае. Однако полной ремиссии достигнут не было. Сохранялась секреция. И рано или поздно, вот в мае 2019 года, все уже в прогрессе. Белок Бен-Джонс увеличивается. Больше чем на 200 миллиграмм. Начинает снижаться концентрация гемоглобина. И пациент попадает в наше отделение. Мы знаем, что использование комбинации ДРД во второй линии, конечно, обладает великолепными результатами. То, с чего я начал. 13 месяцев, если мы назначаем просто ревлемид дексаметазон. Это несерьезно. Если перед вами стоит молодая женщина 50 лет. Это несерьезный разговор. И мы должны это менять. И у нас есть возможность, слава богу, поменять. С 13 месяцев на 3,5 года. За счет чего? Выше частота хороших глубоких полных ответов. Выше частота ситуации, когда минимально остаточной болезни нет, если мы используем анти-CD38 антикетила. Постепенно, постепенно, медленно слайд переключается. Медленно, медленно, медленно. Смысл в чем? Смысл... Вернемся назад. Назад, назад, назад. Смысл в чем? 18 месяцев в великейцодержащий режим. Если делаем аут, то эта ситуация подольше. 13 месяцев ревлемид дексаметазон. Дальше мы перебираем. Все уже по полгода. Все. Смерть. 18 месяцев в великейцодержащий режим. Мы начинаем ДРД. И мы имеем 40 с лишним месяцев без событийной выживаемости для подавляющего большинства больных. Это хорошая история. Погибает намного меньшее количество больных. И это просто переворачивает целиком сегодня вторую линию терапии. Сегодня получилась вторая линия эффективнее первой линии терапии. Это хорошая история. Мы провели первый курс. Дозу ревлемиды мы сначала дали полную. Потом из-за осложнения лейкопении дозы ревлемидом мы снизили до 15 мг. Вот так выглядит схема. То есть на РД схему накладывается введение Дару Тумумаба. Сначала это раз в неделю. Первые 20, потом два раза в месяц. И потом раз в месяц. Мы очень быстро достигли глубокую полную иммунофенотипическую, строгую полную иммунофенотипическую ремиссию. И мы теперь знаем, что это и была наша цель. Потому что именно это сочетается не просто полная ремиссия, а МРБ негативная ремиссия сочетается с тем, что пациентка будет жить долго и счастливо с крайне высокой долей вероятности. Но была небольшая почечная недостаточность, но мы эту проблему решили. И как я уже сказал, да, после двух циклов. Сегодня, июнь 2020 года, у нее 13 курс Дары РД. Раз в месяц она приходит выписывать лекарство, раз в месяц она будет. Все, никаких проблем. Она занимается своей жизнью. Она находится в состоянии полной ремиссии. Это очень хорошая история. Еще раз, и она амбулаторная абсолютно история, что очень важно. Значит, ну не всегда так все хорошо, да. Второй клинический случай – это мужчина, сейчас ему там 78 лет, когда он заболел, он был моложе. Стандартная история. В 2009 году, видимо, довольно спокойная. Множественная мелом была. В 2009 году, по данным рентгена, выявлено образование, сделана биопсия, плазмацитома. Показатели общего анализа были нормально. Плазматических клеток особо не было. Глазами 2%. И в гистологию сделали все более-менее спокойно. Какие-то плазматические клетки. Но не укладывался он тут в критерии множественной меломы, я не спорю. Выявили парапротеин, небольшую секрецию. И можно было сказать, что мы имеем плазмацитому, который, ну, надо что, отрезать, облучить, отступив и так далее. Врачи так не поступили, ее отрезать отрезали, но дальше начали терапию. Ну, какую начали? Что есть, то есть, то и рассказываем. МП. Ну, видимо, потому что пациенту был 68 лет, он уже не был кандидатом на трансплантацию. Хотя это врач, сухой, фит, крепкий, довольно мужчина. И, конечно, можно было бы ВМП проводить и так далее. Но я бы сегодня, конечно, сделал бы ПЭТ-КТ в этой ситуации. Вот это как раз та ситуация, когда надо сделать ПЭТ-КТ, когда надо сделать иммунофенотип и МРБ в костном мозге. Если мы не находим в костном мозге ничего, если мы ПЭТ-КТ ничего не находим, кроме этого, только облучить. Конечно, больше не надо ничего делать. Облучить с отступом 36 грей. И все было бы, скорее всего, довольно долго хорошо. На фоне терапии МП, конечно, нет никакого ответа. Это такое болтыхание. Чем-то больной ест какие-то таблетки, не сильно насаждает и так далее. Потом прогрессия, появление новых очагов. И уже, ну все, множество мелом. Пациенту проводят 6 курсов ВЦД. Достигается очень хорошая частичная ремиссия. Мелома чувствительна. И проводится потом прогрессия и ревлимид дексаметазон. Который пациент получал, ну сколько-то там, чуть больше года. Однако вновь повышение концентрации паропротеина. И что, что, что в этой ситуации? В этой ситуации, на самом деле, в тот момент, в 2017 году, если я не ошибаюсь, у нас реально ничего больше не было. Был только помолидомид. Уже появлялся Дара Тумумаб. Он не попал в наш клинический исследователь по Дару Тумумабу. Но я могу сказать, что реальная клиническая практика по Дару Тумумабу, мы сейчас обсчитываем всех остальных. У нас, конечно, больше 100 больных. У нас в монотерапии получило 100 пациентов. Это обсчет был на ноябрь прошлого года. Вот здесь кривая бессобетийная выживание с 30 пациентов. Она бессобетийная выживание даже лучше чуть-чуть, чем в регистрационном исследовании. Там 60. В регистрационном исследовании там, в счету, около 4 месяцев. Это монотерапия Дара Тумумаб. Есть больные, действительно, которые у нас по 2 с лишним года получали монотерапию Дара Тумумаб. Это хорошая история. Но сегодня мы, конечно, к ней уже стараемся не прибегать. Хотя, конечно, в рамках вот этого возмещения страхового у нас Дара Тумумаб зарегистрирована в монотерапии. Мы пошли другим путем. Мы пациента включили в другое исследование по использованию также анти-CG38 антител, но фирмы Санафи. То есть, как он потом получил название, изотоксимаб. Это была монотерапия, и пациент попал-попал вот в эту график, где он получал исследование, называлось ТЭТ. У него не было какого-то красивого названия. И он получал монотерапию изотоксимаба. Мы включили в это исследование, по-моему, 6 пациентов. 5, 6, да, 6, по-моему, 7 скринировали, 6 рандомизировали. Очень интересно, что когда греки докладывали это исследование, эффективность изотоксимаб с дексаметазоном оказалась чуть-чуть выше, чем просто монотерапия изотоксимаб. Хотя мы привыкли, что Дара Тумаб, который, ну, в общем, близко, по сути, там надо в монотерапии использовать. То есть у меня теперь вопрос, не надо ли Дара Тумаб натужать дексаметазоном чуть-чуть вначале, потом отказываться, естественно. И пациент, вот у нас двое пациентов, в том числе вот этот мужчина и одна женщина, это вот те люди, которые вот на своих плечах вот тут вот держат кривые. Они получают уже больше 30 циклов терапии. Вот эти кривые держатся вот на них по бессобытийной общей выживаемости. И вот нашего пациента здесь. Двое вот из шести. С марта на сегодняшний день проведено 35 циклов монотерапии изотоксимаба. Он находится в состоянии очень хорошей частичной ремиссии. К сожалению, он сейчас заболел ковидом. Он зависим от кислорода и находится в больнице. Мы постоянно в контакте с этим мужчиной. Но вот два с половиной года, уже три почти там года, почти, да, без малого три года, он находится на монотерапии. Мы участвовали в... Так, давай-давай-давай, открывайся. Ну, в общем, мы участвовали в исследовании кария и мы участвовали в исследовании МРОС. Я знаю, что к Савьеву МРОС включил 20 с чем-то больных, мы всего 9. Ну, что делать? Не успели. В икарио мы включили, по-моему, что-то около 5 человек. И клинический случай номер 3. Я не буду долго утомлять вас, просто расскажу, что... Ну, это наша реальная клиническая практика. Слава богу, удается затаскивать клинические исследования к нам. Тучная женщина. Анфит. Анфит. Практически фули-анфит. То есть на грани включения, по критериям включения-исключения. Сердечная недостаточность, сахарный диабет, бла-бла-бла. Метаболический синдром. 46-го года рождения. Она даже помоложе нашего предыдущего пациента, но так бывает. Дебют в 2013 году. Более стремительная у нее множественная нейлома. Она отказывалась от пункции. Отделались диагнозом B12 дефицит на один год. Однако в 2014 году ситуация допекла пациентку. Она все же согласилась на комплексное обследование. Она сделала одолжение медикам по месту жительства. В своей районной больнице. И у нее установили диагноз множественной нейломы, который, в общем, не вызывает сомнений. Плизматические клетки 30%, парапротеин, анемия. В общем, все, что необходимо для установления диагноза. Если это не вызывает, в общем, сомнений. Никаких проблем нет. Что делать? Ну, понятно, что делать. Надо проводить бортозамид, содержащий режим. Она получила 8 курсов ВЦД. Был достигнут полный ответ. Это хорошая история. Она попала вот в эти 20-25% больных. И дальше хорошая история. Она получала поддержку терапии Вилькейдом. У нас сегодня это неограничено. Мы можем это выполнять. И слава богу, нет возможности. Ну, ревлимит зарегистрирован в плане возобновления страхового на рецидив все же. Но нет возможности назначить ревлимит. Ну, поддержка Вилькейдом. Мы можем это делать. Не надо опускать руки. И через, соответственно, 2,5-3 года от начала лечения у пациентки развивается иммунохимический рецидив. Одну секунду. Проведено. Вот тут такая сборная солянка. Пациентки провели курс ВМД. Вилькейд, мелфолан, дециметазон. Сделал бы я так? Нет. Конечно, нет. Почему? Я хотя бы не использовал мелфолан. Я не люблю этот препарат. Он плохой. Он не нужен. Он не дает эффекта. Никакого. Все. Только в аутотрансплантации. Много статей вышло, где говорят, что мелфолан все, умер. Все. Не надо. Все. Забыли. Алкеран. И курса эффекта никакого не было. Зато пациент получил полинейропатию. На фоне ее тучная женщина. Высокая масса тела. Конечно, ей это не добавило радости в жизни. Переключили на револимид дециметазон. Двойная терапия. В 2018 году он получил 4 курса. Однако эффекта получено не было. И эта пациентка предстала перед нами в таком виде. Перед сотрудниками моего отделения. И нам удалось ее включить в исследование изотоксимаб, помолидамид, дециметазон. Изопомдекс. В этой ситуации это было идеально. Другого ничего не было. Это была хорошая история для этой пациентки. Она получала тройную терапию противорецидивную. С включением помолидамид. Она была рандомизирована в группу IPD изотоксимаб, помолидамид, дециметазон. У нас четверо в IPD, а одна помдекс была рандомизирована. И, к сожалению, пациент, который помдекс быстро довольно погибл. Там через 6 месяцев была прогрессия. Доза изотоксимаба уже не в монотерапии, а в исследовании не 20 мг, а 10 мг на килограмм. Сначала она раз в неделю, потом раз в 2 недели до прогрессии вводится. И наша барышня достигла некий ответ. И мы видим, что в этом исследовании, об этом говорил Ксавье, частота ответа выше в 2 раза. И это транслируется в улучшение бессобытийной, и, что очень важно, общей выживаемости разница 9%. Но она есть. Она еще не статистически достоверна. Но посмотрим со временем, понаблюдаем. Я думаю, что статистической достоверности остается недолго. Итак, возвращаясь к нашей, еще раз я подчеркиваю, женщине с наличием большого количества сопутствующей патологии, крутящейся вокруг сердца, сосудов, сахарного диабета и так далее. Ей проводилось данное лечение. Естественно, там были какие-то перерывы, добавки, убавки и так далее. И сразу ответа достигнута не было. После 6 циклов был минимальный ответ. Но мы говорим о терапии 3-й, 4-й, 5-й линии терапии. Наша задача уже, в принципе, сдержать здесь заболевание. Конечно, хочется ответа хорошего, глубокого. Но сдерживание – это тоже ответ, отсутствие прогрессии. Через 9 циклов, это характерно, в принципе, для имид-содержащих курсов терапии, постепенное углубление ответов, уже была достигнута частичная ремиссия. И вот в таком состоянии пациентка 2 раза в месяц приезжала к нам в клинику на ведение изотоксимаба до конца 2019 года. Это у нас было, я уже сбился со счета, что-то около 32 цикла терапии она получила. 32 цикла. Это хорошая история. И мы вынуждены были констатировать прогрессию, потому что она перешагнула от неформальный рубеж. В двух анализах белок Бен-Джонса увеличился на 200 микрограмм. Сегодня, что бы я сделал, если бы это не было клинической исследованием, я бы продолжил бы еще 3-4 цикла, если нет нарастания почечной недостаточности. Потому что, например, белок Бен-Джонса в декабре был 0,39, а в январе 0,24. Да, оба анализа выше. Но видно, что все еще чуть-чуть болтается в одной стезе. Я бы продолжил бы сегодня эту ситуацию. Но подтвержден факт прогрессии, потому что мелом надо что-то делать. И в связи с довольно тяжелым автоматическим остатом в центре и наличием большого количества сопутствующих патологий мы остановили свой выбор на схеме эксозамид, циклофосфам, дециметазон. Ну, бессмысленно возвращаться к эмидам после помолидомида. И вы знаете, она 4 курса, мы провели этой терапией. Она имеет стабилизацию заболевания, она не прогрессирует, она жива. Мы недавно совсем с ней созванивались, удостоверялись в ее статусе. И это тоже... Почему эксозамид, циклофосфандекс, дециметазон? У нас коронавирусная инфекция. Мы стараемся пациента, чтобы максимально дома сидели. А это абсолютно перпоральная, то есть в рот таблетированная терапия. Поэтому мы на этой схеме остановились. Хорошо, что у нас есть возможность. Мы, конечно, мы участвуем вот в этом исследовании. Мы ждем результатов очень этого исследования. Изотуксимат, Вилькей, Тривлимит, Дексиметазон. ПРД плюс-минус изотуксимат. Но наличие нового препарата, в принципе, это всегда хорошо. Это наличие конкуренции, это наличие выбора. И мы только рады, конечно, улучшению этой ситуации. Спасибо большое за внимание. Я постарался, так как я задавал много вопросов, постарался идти чуть быстрее. Сейчас я хочу посмотреть, нет ли у нас в чате каких-то вопросов от наших коллег. Максим Валерьевич, Савье, может, вы хотите что-то сказать? О, чат вижу. В чате вопросов пока нет у нас. В целом мы почти уложились, да, сейчас без 10-12. Хорошо. Я тогда, мне кажется, что мы довольно подробно по ходу нашего сбора обсудили, задали какие-то вопросы. К Савье Максиму Валерьевичу высказались. Я высказывался слишком много, поэтому прошу прощения за некую навязчивость. Тогда, мне кажется, мы можем, мы хорошо поработали, мы можем идти отдыхать, да, Савье? Ну, как скажете, как скажете, если есть вопросы, замечания, комментарии, если вы хотите что-то спросить. Может быть, у меня есть вопрос к вам, Владимир? Да, да. Вот я пытался понять, что вы, Максим и Владимир, о чем вы сегодня говорили. Итак, первая линия, стандарт для миеломы, который вы считаете большинство центров в России могут начинать, могут реально давать. Не только вы два, понимаете, вы сидите в Москве, у вас лучшие опции, лучшие бюджеты. Да, вот скажите о реальности, у вас есть линии следования, как вы сами сказали. Понимаете, вы считаете, вы, Максим, собственно, мы об этом говорили, что ВСИДИ и все еще релевантен. И сколько вы думаете, ВРД и КРФДЭКС могут, так сказать, были они быть применимы к большинству центров в России в ближайшем будущем. Понимаете, я согласен, согласен, потому что если мы сможем двигаться вперед вот с этим, как сказал Максим, это правильно, тогда вместо того, чтобы делать трансплантацию в рецидиве, потому что у вас получится лучшая терапия в релапсе, да, лучше, так сказать, снизить объем заболевания до трансплантации, можем давать ее раньше. Но, опять же, все-таки это по-разному. Ваше мнение, пожалуйста, ваш комментарий, что вы думаете? Ксавье, многие больные после ВРД, после аутотрансплантации, получают поддержку терапии в лимидом в разных уголках страны. Мы много ездим с Максимом Валерьевичем, мы это видим. Тут многое зависит, почему я так эмоционально об этом говорю, очень многое зависит от желания на местах. Еще раз, один из крупнейших закупщиков, корфилзамиба, несколько лет назад, это было обычное гематологическое отделение в Смоленске, город с населением, там несколько сот тысяч человек, а область меньше миллиона, если не ошибаюсь. К примеру, ну там главный врач, там заведующий отделением, они понимали, они брали, находили ресурсы, покупали и могли комбинировать. Это, я поэтому еще раз говорю, у нас где-то в стране есть открытость, и это иногда удивительно, но мы это видим. Но еще раз повторю, у нас есть возможности, у нас нет возможности вот легко и сразу в ВРД в первой линии. В высоком риске мы это делаем. В группе высокого риска, и Максим Валерьевич это делает, и в других местах это делает. Не для всех пациентов, естественно. Но вот если мы выделим небольшую группу, то мы найдем возможность вот этих вот страховых возмещений. Дара Тумумаб сегодня зарегистрирован в России бесплатно для всех, но, к сожалению, в качестве монотерапии, после, при резистентности к велькейду и к ревлемиду. Мы здесь еще один шажочек, ну, сделали. Поэтому, опять же, здесь есть довольно тяжелая бумажная работа, работа по согласованию организаторов здравоохранения с находящихся в каждом своем регионе, с своими правительствами. Но я подчеркиваю, что есть возможность. Ну и клинические исследования, это тоже хорошее дело. У них можно участвовать. А та же цитогенетика. Если искать источники, то, например, некоторое время цитогенетику бесплатно выполнял Максим Валерьевич, ну, не он лично, а в Институте гематологии. Были какие-то возможности, находили. Так что не все так плохо. Можно я тоже прокомментирую, Владимир? Нет, конечно. Ксавьера, если говорить о лечении множественной мелом в нашей стране, а мы вместе говорим. Одну секунду, прошу вас, пожалуйста. Если поговорить о том, что мы сейчас обсуждали, и первая линия всегда лучше. Если все усилия, вы ударите в первую линию, понимаете? Не ждите, не ждите вы рецидива, чтобы спасать пациента. Нужно бахнуть с первой линии, бахнуть прямо, понимаете? Это первое. Теперь второе. Высокий риск, понимаете? Особенно для высокого риска, понимаете? Здесь первая линия должна быть самая лучшая, понимаете? И сразу дебалкинг, убираем, убираем опухолевую массу, убираем, отрезаем, уменьшаем как шагреневую кожу. Я понимаю, что в России, да, есть свои ограничения, но наша задача уменьшить максимально, понимаете? Дебалкинг – это наше все, понимаете? Это лучшая работа с высоким риском, понимаете? Это сразу опустить и в моб отрицательных высокий риск, понимаете? Понятно, что не все дотянутся на моба, но хотя бы в полный ответ, в полный ответ, понимаете? И я соглашаюсь, это сложно, даже с нашими возможностями препаратов. Но это цель, вот наша цель, понимаете? Полный ответ, полный ответ ему по отрицательности. Я это признаю. Могу ли я задать вопрос? Каков ваш подход, ваш любимый подход к пациентам, которые пожилые, но плохо сохранные? Ну, 72, 73, 75 и старше, понимаете? Как вы лечите этих пациентов сейчас, да? И, собственно, как вы считаете, исследование турмалина, оно как-то повлияет на вашу практику или нет? Максим Валерьевич, давайте с вас начнем. Скажите, пожалуйста. Я бы хотел прокомментировать предыдущую часть и перейти к пожилым пациентам. Смотрите, Ксавьев, в нашей стране есть определенные административные устоявшиеся нормы, которые мы должны соблюдать. Первая из них – это клинические рекомендации, которые на сегодняшний день утверждаются экспертной организацией, независимой некоммерческим обществом, которая вписывает на основании проведенных исследований наиболее оптимальные схемы лечения в вот этот вот какой-то гайдлайн, так скажем, только национальный, российский. И после этого формируются стандарты лечения, и на основании стандартов лечения уже мы можем лечить пациентов, независимо от того, в какой клинике и на какой территории он проживает. Это наше будущее, и мы надеемся, что со следующего года все вписанные в этот национальный гайдлайн схемы лечения будут оплачиваться не через какие-то специальные программы возврата, а непосредственно по стандарту лечения. И тогда мы, конечно же, будем более развязаны в плане назначения новых противоплюевых препаратов, комбинации, и мы сможем вычленять ту категорию пациентов, которая получит наиболее максимальный эффект от назначения этих противоплюевых агентов комбинаций. Но на сегодняшний день у нас есть высокозатратная программа возврата высокозатратных нозологий, это 14 нозологий, по которым мы подаем заявки в федеральный бюджет, и федеральный бюджет покупает на территории всей страны эти препараты. Для множественной меломс доходят три лекарственных агента, это протезамид, ледомид, тексаметазон с определенными... И Даратумумаб сохранится с определенными ограничениями. И, конечно, мы, независимо от того, на какой территории пациент проживает, мы можем, живет он в Москве или на Крайнем Севере, он получит препарат ледомид во второй линии, если у него есть рецидив. Он будет получать Даратумумаб, если у него есть двойная рефракторность. И если говорить о предпочтительной опции лечения пожилых пациентов, то, во-первых, начнем с того, что это не очень большая категория больных в нашей стране. По данным регистра, который я показал, это 30% населения страны этот регистр охватывает. То есть эти данные репрезентативны. На остальную категорию это всего 10-15% больных в России. Схемы лечения используются разными. Информации могут быть разные. Это либо двухкомпонентный режим с тексаметазоном, либо используется схема с циклопосфаном и преднизолоном. И если говорить о исследовании турмалин, который вы представили, то на сегодняшний день, прямо завтра ничего не изменится, пока регистратор не внесет в свои регистрационные документы информацию о том, что экзамид может использоваться в рамках поддерживающего лечения после первой линии индукционной терапии. Только после этого мы сможем этим пациентам выдавать этот препарат и назначать его. Можно я теперь, да? Спасибо. Ну вот, с научной точки зрения, ваше видение данных, вам нравятся эти данные? Или так не особо для пациентов 75? Ну, понимаете, не то, чтобы совсем несохранные, но близкие к несохранности. С научной точки зрения, на самом деле, в нашей стране есть определенные традиции, институциональные особенности, что ли, которые нам свойственны. Мы обычно не назначаем иммуномодуляторы в первой линии лечения, в то время как в рамках этого исследования большинство больных получало РТ, до включения на поддерживающий режим лечения. Все-таки большинство больных – это 93% – это бортозамид. И если пациент уже получает бортозамид, мы можем перевести на подкожное ведение 1, 8, 15 день, затем на поддерживающий режим ведения. То есть я думаю, что прямо завтра ничего не изменится, и большинство будет использовать бортозамид в рутинной клинической практике и для пожилых пациентов в том числе. Ксавьев. Максим Валерьевич, спасибо. Я нахожусь, может быть, в чуть других условиях. Как на меня влияет на выбор мой результат исследований турмалин? Влияют ли они? Да, они влияют. Значит, что мы имеем? Мы имеем пациентов с амилоидозом. И клинический пример. Пациентка с амилоидозом, где дебют заболевания с остановки сердца. Да, ее завели. Она поступила в Москву к нам из неважно какого города. И мы с ней занимались. Это была война и немцы, как мы говорим в России. Я не знаю, как сказать, во Франции. Шесть месяцев тяжелейшей работы по спасению. Это отсутствие почечной недостаточности. Это отсутствие надпочечников. Это отсутствие сердечного выброса. И она не погибла на зло всем нам. А, это язвенная болезнь. Это, в общем, амилоидоз всего тела. Whole body amiloidosis. И она не погибла. И на шести курсах... Это была молодая женщина, лет 60. И на шести курсах ВЦД она собралась и достигла полную ремиссию. Мы достигли полную ремиссию МРД негативную. И вот конкретно в этой ситуации... А Вилькейт добавил ей еще полинаэропатию. Амилоидоз и Вилькейт. И вот в этой ситуации конкретно я понимал, что даже ревлимид не могу ей назначить. И формально не имею права назначить. Ну, могу, но, в общем, там есть некоторые подводные камни. Они решаемы, но есть. И мы конкретно этой пациентке, основываясь на результатах исследования Турмалая, назначили иксозамид. И вот она уже полгода принимает иксозамид. Значит, у нее есть соответствующая токсичность по кишке. После приема иксозамиды несколько дней стул чаще. Ну, что значит чаще? Там не один раз в день, а два-три раза в день. Она была просто на это вот... На прошлой неделе ее дочь приходила, а пациентка сама уже ходит. Она уже... Она не ходила, она лежала абсолютно. Это было лежачее тело с амилоидозом. Вот сегодня она ходит, полностью себя обслуживает, и это хорошая история. И вот мне кажется, в первую очередь, вот на чем бы я бы сконцентрировался, это вот на больных, у кого белок играет, у кого токсичный белок. Это больные с амилоидозом. Вот у них история с иксозамидом, мне кажется, заиграет другими красками. А в остальном я согласен с Максимом Олеговичем, мы действительно ограничены законодательно, финансово во многих местах. Но вот именно этих больных с амилоидозом не так много. И вот конкретно вот где-то точечно мы стараемся уже воздействовать. А вы тандемно трансплантируете? И что вы думаете о тандеме? Выбуждены или колеблитесь? Слабы ли вы в коленках тандемно трансплантировать? Как вы считаете, индукция первая, вторая, а затем консолидация поддерживающая? Или как вы размышляете, как мы? Индукция раз, потом консолидация, потом два, а потом потенциально, так сказать, консолидация поддерживающая потом. Как вы думаете, вы сразу раз-два или раз-консолидация два? Как вы думаете, вообще ваше мнение о тандеме? Или, так сказать, может быть, вы считаете, что что профилзоми, проявлями, даратумумаб, может быть, вы в эту сторону смотрите, и вы считаете, что именно это должно быть вариантом для этих пациентов высокого риска, и забыть об этой тандемщине. Да, пожалуйста, расскажите ваше мнение, коллеги. Максим Валерьевич, давайте вы. Знаете, я поклонник трансплантации аутологичных стволов клеток крови, поэтому я однозначно за тандемную трансплантацию, но не для всех категорий пациентов больных вношенными уломами. И у нас есть определенное сложившее понимание того момента, как все-таки, кому мы выполним тандемную трансплантацию. Это, и причем мы, конечно же, ее делаем последовательно в рамках, так скажем, исходного оригинального исследования от 3 до 6 месяцев. Никакой консолидации между этими периодами мы не проводим. Обычно на 3 месяц больные приходят к нам на оценку ответа, и тут же мы говорим о том, если мы планируем тандемную трансплантацию, то в течение месяца мы госпитализируем его для второй трансплантации. Кому мы делаем тандемную трансплантацию? Здесь есть два варианта. Либо это молодые пациенты, и мы понимаем, ну, 40, 37, 42, 45. Этим пациентам мы стараемся выполнять тандемную трансплантацию, если у них нет родственного, полностью совместимого донора и нет желания выполнить аллогенную трансплантацию. Если у пациента высокий цитогенетический риск, мы тоже стараемся выполнить две трансплантации в оптологичном стелоклетке крови. И третья категория, если пациент улучшает ответ, с частичной ремиссией, переходит в очень хорошую частичную ремиссию заболевания, и есть следовой градиент в моче или в крови, мы понимаем, что эффект от первой трансплантации существенный, мы выполняем ему вторую трансплантацию в оптологичных стелоклетках крови. Еще одна категория больных – это те пациенты, которые получили полную ремиссию после двух линий противоприолечения. То есть это протезамидезодержащая индукция, например, только частичная ремиссия. Пациент получает 4 цикла с леновидомидом, достигает полной ремиссии. Мы им тоже предлагаем вариант двух трансплантаций в оптологичных стелоклетках крови. Как мы относимся к консолидации химиотерапевтической и поддерживающей терапии? Здесь есть два варианта. У нас в центре проводится исследование по рандомизации больных, достигших полной строгой ремиссии, то есть на основании минимальной остаточной болезни, детектируемой двумя методами. Методом проточной сетометрии и позитронно-эмиссионной компьютерной хомографии с использованием двух лекарственных препаратов. Это фторгоза, эксиглюкоза, 11С, метионин. Мы рандомизируем пациентов на две ветры. И если у пациентов рандомизировали, если у пациентов двумя методами не детектируется минимальная остаточная болезнь, и если у них нормальная группа стандартного риска, то мы не используем поддерживающий режим, мы предлагаем им наблюдение с регулярным мониторингом иммунохимии, минимальной остаточной болезни в костном мозге и выполнение ПКТ один раз в год. У нас накопилось серьезное число таких пациентов, которые в течение уже длительного времени, 5 лет и более, не получают поддерживающего лечения, то есть не пьют пенолитомит или не вводят в портозамид подкожно, естественно, с сохранением полного, глубокого противопротивоответа, моконегативной ремиссии, и, безусловно, с лучшим качеством жизни, чем у тех пациентов, которые получают поддерживающую терапию. То есть наш подход дифференцирован, но он на определенные фактические аргументы укладывается. Спасибо большое. У нас очень плохо со временем. Я буквально скажу два слова, что глобально наш подход очень близкий к подходу Максима Валерьевича. Это действительно, если мы видим улучшение от одной трансплантации к другой, это high risk. Если мы вынуждены были сменить линию терапии, то для нас это high risk. Такой, условно. И это мой повод для двух трансплантаций. И мне кажется, что весь мир движется. Вот то, что говорит Максим Валерьевич. Здесь надо говорить об исследовании мастер, которое было представлено на ЭШ, где в зависимости от минимальной остаточной болезни было стоп-тритнент. Остановка лечения в зависимости от глубины ответа. И нам надо дождаться, естественно, результатов этого исследования. Оно, правда, не рандомизированное, что не очень хорошо. Я, к сожалению, вынужден заканчивать эту увлекательнейшую беседу. Огромное спасибо, Ксавье. Я очень переживал и готовился. Мне всегда очень приятно слышать, потому что вы один из самых открытых спикеров. И у вас огромный опыт. Максим Валерьевич, спасибо большое вам. Вы присоединились. Это выходной день. Спасибо организаторам ТС Онкология Санофи. Я надеюсь, что мы встретимся. Я прошу очень организаторов фармкомпании, чтобы отвезли врачей к Ксавье на практику. Там, где был я, где были уже мои врачи. Это огромный жизненный опыт. Спасибо вам большое. Давайте отдыхать. Спасибо. 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 Спасибо.